Девушки отдыхают Маньяк, который убивает женщин Замужних женщин Давайте сменим тему На Владимир Николаевич Чтобы успокоить людей, нужно дать им правдивую информацию Все, что я считал возможным рассказать по этому делу, я уже рассказал Точка Либо мы меняем тему, либо я ухожу Понял Итак, напомню, что у нас в студии начальник управления Следственного комитета по Озерской области Полковник Митрофанов Владимир Николаевич Мы вернемся после выпуска на... На дорогу смотри Маньяк Маньяк Так, а что это мы в городе не заправились, а? Да не парься, до заправки доедем Да? Да А если мы заглухнем? Что, толкать будем? Машенька? Да У меня все под контролем А вот так? А, так не совсем Тихо-тихо-тихо-тихо Тихо-тихо-тихо-тихо Молодец И все-таки я не понимаю, почему нельзя было заправиться в городе? Там был плохой бензин На предыдущей заправке тоже? Да, там тоже Там везде было евро пять Просто в городе дороже, так? Я просто не понимаю, тебе что, так принципиально эти полтора-два рубля за литр? А, ну да, если за целый бак, то это получается целых сто или даже сто двадцать рублей Маша, перестань, я прошу тебя Да тебе самому не противно? Как можно быть таким крохобором? Да не на всех деньги с неба падают Ну, ты и скотина Извини, я не это хотел сказать А что ты хотел сказать? Ты что, ты хотел сказать, что я просто всю жизнь мечтала, чтобы мои родители погибли в авиакатастрофе или что? Нет, я не это хотел сказать Ты отлично понимаешь, что я хотел сказать Все, хватит, успокойся, пожалуйста Успокойся Пойду вызву на такси Да, хочу вызвать такси Северное шоссе, пятый километр Да Ну все, через пятнадцать минут будет машина Это что? Кто это, баба? И почему ты оплачиваешь ее счета? Я не придумала такая Абонент временно недоступен Перезвоните позже Паша, я не могу до тебя дозвониться Паша, я все объясню, слышишь? Перезвони мне Перезвоните позже Перезвоните позже Перезвоните позже Доброе утро Здрасте Как не здрасте Привет, тебе на Винске ждет Ага Шеф тебя ну очень ждет Бегу Пссс Алина, тебя шеф ждет Ага, подождет, я ее верну Сейчас подойду, слушай, ты скажи, а что около тебя этот эксперт трется? Какие версии? Ну, налицо, открытая попытка ухаживать с применением спецсредств Забавное, да? На свидание пригласил Да ладно, куда? Ну, все, давай Иди, внезли начальство Явилась А что случилось? Вот приказ о твоем переводе стажеров на должность оперуполномочного Поздравляю Поздравляю Поздравляю, я так за тебя рада Спасибо большое Давай сразу включайся в работу Вот, разыскное дело Там заявление и первичная информация от участкового Пропала Воронцова Мария Владимировна 1987 года рождения Там в коридоре ждет ее безутешный муж Что такое? Честно говоря, я рассчитывала на что-то посерьезнее, что-то сложное Ну, правда, Борис Викторович, давайте дадим ей другое дело Все свободны Кроме Новинской Я так понимаю, ты хотела сразу начать раскрывать грабежи, да? Убийства Но для этого у тебя, извини, недостаточно навыков А по-моему, дело не в этом Хорошо Проблема состоит в том, что другие дела опаснее И я беспокоюсь за свою дочь Довольно? Ты долго собираешься держать меня на коротком поводке? Пап, я так никогда не стану профессионалом Вот поэтому для начала Найди Воронцову Марию Владимировну 1987 года рождения Раскрой этот скучный висяк И это будет твой первый шаг Все, давай, вперед Новинская Алина Борисовна, буду вести ваше дело Здесь не супермаркет А вы кто? Дементьев, я буду вести ваше дело Рассказывайте Рассказывайте Три дня назад мы Мы с женой поехали к друзьям В дом отдыха В котором часу это было? Я точно не помню, это было где-то в 9 утра Дальше Мы поссорились Дементьев Патер Успокойся, пожалуйста Успокойся Я просто не понимаю, что это, баба И почему ты оплачиваешь ее счета? Она вышла из машины Поймала попутку Уехала Находу из машины вышла Нет, у меня закончился бензин Да где это произошло? Северное шоссе Куда ты собралась? Сейчас я тебе сказал машину Маша Недалеко от заправки А номер автомобиля, который я носил, не запомнил? Нет, мне было не до этого А кто-нибудь может подтвердить ваши показания? Кто-нибудь, кто видел, как ваша жена села в попутку? Я не смотрел по сторонам, мне было не до этого Не уезжайте из города А куда мне ехать? У меня жена пропала Мы будем держать вас в курсе дела Нам понадобятся фотографии вашей жены и... Мы сейчас все запишем, вы подождите меня минуту Что это было? А именно? Зачем ты лезешь в мое расследование? Ну так это... Новинский распорядился? Я не ребенок, сама справлюсь Так я ему то же самое сказал Он поставил тебя помогать, ты главный, я на подхвате Не смеши меня Он поставил старшего оперативника помогать вчерашнему стажеру И это, по-твоему, была помощь? Ты мне слова не дал ставить Если хочешь оставаться на этом расследовании, командовать буду я Слушаюсь Без того, чтобы поясничать, лучше бы узнал Может быть, в районе, на дороге, где они ссорились, была установлена камера Так точно Установлено Откуда знаешь? Навигатор Черт, до сих пор здесь Он что, здесь каждый день, что ли, сидит? Похоже Ладно, Нест, ты иди, я сама справлюсь Уверена? Иди иди Ну давай Пока Может, уже палаткой здесь разобьете? Хорошая мысль Таким способом вы пытаетесь найти жену? Таким способом Я пытаюсь не зайти с ума Идите домой, у вас маленький ребенок Я не могу домой Я боюсь У меня близкий человек исчез, понимаете? Не умер, не заболел, а просто исчез Вставайте Вставайте Зачем? Вставайте, вставайте Пойдемте, я вас подвезу Сейчас Witness Думать-то разум. Дальше я сам. Привет. Простите, можно американо? Мне кажется, пить надо, когда радостно. Вы правы, я веду себя инфантией. Просто я точно знаю, что Маша не могла так поступить. Нет, она, конечно, не подарок. Но чтобы так нас бросить, нет. Значит, с ней что-то случилось. Представляете, она, ее бесило. Ее бесит, когда ее целуют в шею. И вот из-за одного такого маленького поцелуя в шею мог произойти скандал. Грандиозный. Любовь со скандалами – это про нас. Это Антошка, мой сын. Завтра мне нужно забирать его от мамы, а я сам как помощь. Дома – помойка. Посчитайте нас, пожалуйста. Э-э-э. Так, что значит «посчитайте»? Вы едете домой готовиться к встрече с сыном. Или я вас неправильно поняла? Ну, возьми и живем. Там у нас, да, кухня, если что, там, значит, у нас охладительные напитки. Там в ванную, вдруг помыться захочешь. А здесь детская. Заходи, может, поиграешь во что-то, может, что хочешь во что-то поиграть. Я не знаю, что здесь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Красивая. Жена? Тебя такси ждет. Ну, прости, пожалуйста, я же не хотела ничего плохого. Все, давай, давай, иди. Я надеюсь, это не она приехала? Давай, одевайся быстрее. Побыстрее я себе все ноги переломаю. Как можно было спальню сделать на третьем этаже? Да. И лестница для самоубийца. Ну, я же на каблуках. Я не могу так быстро, а? Боже, одни проблемы. Здравствуйте. И сразу до свидания. Мне просто уже нужно уходить. Ты прости, что я без предупреждения. Я никак не могу понять, что за человек этот Марк потерпевший. Ты знаешь, что по статистике женщин чаще всего убивают собственные мужья. А значит, Воронцов должен быть основным подозреваемым в смерти жены. Знаю, но мне кажется, что это не тот случай. Он как-то искренне переживает. Если предположить, что Марк имеет отношение к пропаже собственной жены, а такая версия у тебя должна быть, так вот, если предположить, что он ее убил, то ему крайне выгодно, чтобы следователь считал, что он горько переживает свою потерю. Согласна? И второе. Никто не может подтвердить его слов, что после ссоры пропавшая уехала в другой машине. Правильно? Если ты хочешь быть хорошим опером, ну, естественно, следователем, то ты не должна руководствоваться эмоцией. Только факты. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, ты прав. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хорошо, вы поняли, что камера не работает. И дальше что? Выяснили, кто это сделал? Ну, откуда же я знаю? Скорее всего, вышла из строя просто техника. А почему сразу не починили? Так не мы же этим занимаемся. Подрядчики. Они за всем следят, контролируют. Конечно. А вы тут ни при чем. Я же говорю, подрядчики. Кресла шикарные. Не понял. Говорю, кресло хорошее, удобное. А, ну да. Сутками же приходится сидеть. А это и видно. Что, простите? Видно, говорю, что сутками сидеть. У вас даже форма тела такая специальная. Если бы вы почаще свою задницу от кресла отрывали, может быть, и толку было бы больше. Спасибо. Пусти. Просто, мне кажется, каждый должен делать свою работу. Хватит вести себя как школьница. Чего ты пристала к нему? Что я пристала? Материал с этой камерой помог бы нам все выяснить. Камера в тот день не работала. А если бы ты не занималась воспитанием, бы заметила очень важную вещь для нас. Какую? Там чуть дальше есть остановка. Кто-то из ожидавших автобуса мог видеть, что произошло? Кто-то из ожидавших, кто-то из водителя. Давай, садись в машину. Давай. Я сама. Давай пристегну. Ром, я сама. Хорошо, сама-сама. Постоянно ссоримся из-за работы. Прости. Прости, я... Да я и не обижался. Пойдем вечером в ресторан. Угу. Ну, я сегодня устала. Еще в автопарк ехать. Ну, лучше пораньше, а то все водители разъедутся. Значит, пойдем в пятницу со мной и отметим твое первое расследование. И вы еще надо закончите. А до четвергая я закончу. Хорошо. Простите, а вы не подскажете, где мне Шашкарева найти? А вот, за автобус направо. Ага, спасибо. Ага. Да не видел я никого. Красивую девушку я бы запомнил. Вот вы бы стояли на дороге, вас бы я не забыл. Спасибо. Пожалуйста. Вы торопитесь? Просто я сейчас заканчиваю. Тут есть бар недалеко. Может, посидим? Давай посидим. Тише. Ну, как ты с девушкой разговариваешь? Девушка – сотрудник полиции. Ну, так что, оттопыримся, посидим, отдохнем? Это не по моей части. Свободен. Ну, подожди ты, ну. Значит, никто из водителей Машу не видел. Зачем ты опять влез в разговор? В смысле? Он же грубил тебя. Это мое расследование. Дай мне возможность работать самой. Это называется элементарная забота. Я переживаю за тебя. Вот и все. Алина. Тише. 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 Ну, последний выпуск, вы видела? Алина. Больня. Да. Опять поссорились. Надоел. Не хочу. Да. Вот решила залить тоску. Зато не сейчас, а хорошо. Да, да. Знаешь, быть мамашей и женой иногда очень надоедает. Сейчас себе найду кого-нибудь. Девушка. Что надо? Вы что, скучаете? И как это ты увидел? У вас походка скучающая. А, ты что, психолог? Можно и так сказать. Красавица, я тебе потом перезвоню. Чемокки. Ну иди, я тебе покажу, Кашля. Иди сюда. Иди, иди, иди. Что это? Целуй. Давай, иду. Смотри, как ты родился. Смотри. Красивый. Смотри. Мне нравится. Ну подожди, ну подожди, я хочу тебе показать кое-что. Ух ты. Ну все, хватит, убирай свой телефон. Давай, Лебудельник. Давай, записывай. Записывай. Знаю что. Что? Запиши ко мне рингтон. Какой еще рингтон? Что сказать? Я не знаю. Пора на работу. Подъем, Лежбога, пора на работу. Подъем, Лежбога, пора на работу. Подъем, Лежбога, пора на работу. А мы все гадали, кто же из них кого первый угрохает. А он вообще, как я поняла, нервный. Может ни с того, ни с сего рассердится, а когда рассердится, вообще не понимаю, как она его выносила. Это она первая начинала. Он-то ее все время успокаивал. Но попробуй такую успокоить. А она же как-то... Мать Терезы уже на работе. Какая прекрасная встреча. Какими судьбами? Как вы здесь? Что думаете, моя жена у соседей прячется? Или они ее убили? До свидания. А почему вы думаете, что вашу жену убили? Скажи, а ты можешь быть объективным по отношению к нему? Я не люблю лицемеров. И вообще считаю, что он сам убил свою жену. Соседи тоже так считают. Соседи просто сказали, что они ссорились. И только. Если на основе таких показаний ты готов посадить человека за решетку, отлично. Почему ты ему веришь? Почему он носишься с ним? Куда ты его вчера повезла? В бар. Выпили, посидели, поговорили по душам. Поговорили? Выяснилось что-то важное. Выяснилось. А, например? Например, Маша ненавидит, когда ее целуют, что ее могла устроить нерандиозный скандал. Ну, все дело раскрыть. Ладно, поеду к его матери, а ты займись распечаткой его телефонных разговоров. Распечаткой они уже занимаются. А хватит ли поедем вместе? Нет. Почему? Потому что меня учили, что предвзятые отношения – наш злейший враг. Поэтому займись техническими вопросами. Так точно. Здравствуйте. Добрый день. Я из полиции. Меня зовут Алина Новинская. Я занимаюсь поисками вашей невестки. Могу задать вам пару вопросов? Конечно. Я не знаю, что делать с Марком. Как его вывести из этого состояния? Извините. А она? Она его любила? Трудно сказать. У нее какие-то были странные отношения. Бабушка, когда мама приедет? Я даже не знаю, что ему ответить. Марк. Сынка! Папа пришел. Красавчик мой. Как твои дела? Что вы тут делаете? Пришла поговорить с вашей мамой. Антошенька. Погусь с бабушкой. Хорошо? Пошли. Какого черта ты вообще здесь делаешь? Вы нужны своему сыну. Это не твое дело. Со своей женой вы так разговариваете? Это тоже не твое дело. А почему вы ссорились? Оставьте мою семью в покое. Кто дал вам право судить? Мы, может быть, и ссорились, зато любили друг друга. Давай со мной, а? Прекрати, Марк. Что ты опять творишь? Ты же на звонки не отвечаешь. Вот я и приехал. Что случилось? Мне нужна ты и твой подопечный. Утром нашли труп девушки. Похоже на Марию. Надо брать Марка и вести его в мод на опознание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не она. Это не Маша. Павел Костюхин, следственный комитет. Это был муж? Ага. У нас это уже четвертый подобный случай. Возраст жертвы и способ убийства, удушения полностью совпадают. Так как сведений у меня крайне мало, я думал, может быть, вы мне поможете и расскажете об обстоятельствах ее исчезновения. Но раз эта девушка не ваша, значит, не судьба. Да. Эта девушка не наша. К счастью. Вы ведь Алина Новинская? Да. Известная фамилия в наших кругах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Понимаешь, я никогда не мог понять лужевую бабу. Работать с ворами, бандитами каждый день. Женщина должна быть, что ли, с женщиной. Тепло, уют. Слушай, я не умею ходить вокруг да около. Вот кольцо, вот и я. Ром, я... Я даже не знаю, что сказать. Скажи «да» или... Субтитры сделал. Нравится? Мне тоже нравится. Красиво, правда? Не смотри туда, смотри в другую сторону. В другую сторону смотри. Приятного вечера. Ну что со мной не так? Я устала от твоей ревности. Мне просто не понравилось, как он на тебя смотрел. Рома. Эй. Мы даже поесть с тобой нормально не можем. О какой семье ты говоришь? Здрасте. Ты ни за что не догадаешься, куда он меня повел. Планетарий. Алина, мне кажется, я влюбилась. Кажется? Так ты уже пару дней ничего не соображаешь, ходишь и улыбаешься, как дура. Ага. Ты знаешь, я сегодня позвонила в местное отделение, мне сказали, что для этой идеальной пары пару раз вызывали на вест. Да. Разрешите, Борис Викторович. Проходи, Иру. Присаживайся. Вот. Подпишите по собственным желаниям. Из-за Алины. Сделал предложение, она отказала. Отказала. Ром, ну давай между нами. Какая из Алины жена для полицейского? У нее своя работа. У тебя своя. Ну, чего вам делить? Короче, буду рад, если останешься. Ну, пока она здесь не останусь. Давай сделаем так. У меня друг в Москве, так, ищет перспективного сотрудника. Я могу тебя порекомендовать. Оформим переводом. Годится? Ты куда собрался? Туда. Шеф в Москву переводит. Шеф переводит или ты попросил? Я попросил. Из-за меня? У тебя манья велич. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. А мы можем встретиться? Зачем? Просто. Поговорить. Опять? Скажите, а вы сегодня что-нибудь ели? Простите, что? Я просто ужасно голодная. Составите компанию? Сосисочки, макарончики, котлеточки, морсик. Так, меня украли из детского сада? Точнее, из садика. Простите, я буду оливьешечку и судачок. А вы что-нибудь выбрали? Да, суп. Супик. Вам он очень нужен после вашего гулянка. Ну, хватит вам уже. Простите. А расскажите о своей работе, например, вы чем занимаетесь? Я работаю в отделе закупок на консервном заводе. Романтично. Мне все же бандитов ловить. Но я хочу открыть свое дело. Ты, наверное, очень затратный? Ну, я немного денег скопил. Не хватит, конечно. Но сейчас, думаю, взять кредит на открытие малого бизнеса. Но чтобы этот кредит получить, нужно сначала этот бизнес открыть. А я так понимаю, что ваша жена достаточно состоятельный человек? Да. Но мы договорились, что я справлюсь самостоятельно. Вы не перестаёте меня удивлять. Нет, она, конечно, предлагала деньги. Я отказывался. Ну, и мы даже несколько раз скандалили по этому поводу. А почему вас это так интересует? Просто это выглядит как-то странно. Почему? Ну, смотрите, вы хотите открыть свое дело. Вам нужны деньги для старта. При этом вы любите свою жену, даже регистрируете фирму на двоих. Но не собираетесь брать ее деньги. Простите, к чему вы плынете? Нет, не знаю. Просто странно. Вы хотите сказать, что мне выгодно смерть Маши? Я пытаюсь разобраться, что произошло. Вы думаете, это я ее убил? Пропал человек. И обстоятельства... Дойдите вы нахрен. Вместе со своим супом. Папа, кажется, ты был прав. У Марка был мотив убить жену. Причем не спишь-то? Они часто ссорились. Она его гнобила. Соседи говорят, что он не сдержан. Алина, ты можешь хотя бы ночью выбросить все это из головы, а? И главное, Маша получила в наследство от отца огромные деньги. То есть Марку была выгодна ее смерть, потому что он законный наследник и теперь может открыть свой бизнес. Черт. Ладно, давай завтра с утра у меня, хорошо? У себя? Да. Привет. Здрасте. Присаживайся. Вот, познакомься. Виктор из Рябцева. Мне с утра позвонили и сказали, что тебя ждет какой-то новый свидетель. Я решил сам послушать, и не зря. Виктор рассказал много интересного. Можете еще раз повторить? Так это... Я из деревни Рябцева. Вот. Ну, где рядом девушка пропала. И, значит, в тот день, когда она пропала, я автобуса ждал. Ага. А пришел рано. И я видел, что машина подъехала, а девушка из нее вышла, дверью так сильно хлопнула, и ругалась громко. Ну, вот. Ну, потом чего? Она на несколько шагов отошла, другую машину поймала и все, уехала. Только вот номер я не разглядел. Да я и не всматривался особо. Ага. А первая машина? А, из которой она вылезла-то? Да, она поехала за ними. Нет, ну, парень там остался. Ну, видать, бензин кончился. Может, еще что. Ну, я еще помочь хотел, а туда автобус подъехал, и я все. Ну, ты не расстраивайся. Так бывает. Кажется, вот оно, будто все сложилось. А потом приезжает вот такой вот Виктор из Рябцева и... Да, спасибо, Виктор. Это очень важная информация. Вы спасли человека. Удивительно, что вы пришли именно сегодня. Забавно. Ну, хорошо же, что все выяснилось. По крайней мере, невинный человек не пострадает. Папа, пойдем в футбол играть? Анташка, пойди поиграй без меня. Папа, пойдем в футбол играть? Мальчики, я с вами хочу! Получай! Давай, давай! Игра! Антон, мяч! Мам, я хочу играть! Мячик, мячик! Давай, мячик! Ура! Случай! Антон, давай за мячиком! Держи! Ура! 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 Опа! Опа! Мяч, мяч, мячик! Держи! Держи! Игра- PRI Поро вставать. Подъем. Кому-то порой робот. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ненавижу в такие моменты свой бизнес Я тоже У меня там один поставщик с ума сошел У меня с ним видеоконференция То есть между мной и поставщиком ты выбираешь Так, а вот это удар ниже пояса А я туда и целюсь Ты, конечно, намного симпатичнее моего поставщика На сегодняшний день я проведу с ним А ты ничего не забыл? Доброе утро, семейство! Так, а это что за пантомима? Пап, ничего не понял? Он китаец А как по мне, так выглядит, как обыкновенный Антошка? Они в школе изучали, как здороваются в разных странах мира Ой, как Пап, а так в Тибете здоровываются Что нас тут? А смотреть телефон во время еды неприличный Верно, извини Вот у меня мечта Сидел на пляже Чтобы надо мной была такая большая труба И оттуда мне в рот скатывались тортильи Она к тебе в рот целиком не поместится Кто сказал? А? Может, сходим куда-нибудь вечером? Дорогая, извините, цитно До вечера нужно быть на работе Вечером, надеюсь, на вкусный ужин Все, побежал в тортильи, потрясающе Стой Это Арсения Я тебе говорил, что ты идеальная Идеальная жена Это ужасно Почему? Потому что идеальная жена, это скучно Она еще юная Вот свезло, так свезло Ладно, я побежал Здравствуйте Ты опоздал на 10 минут, Мелехов уже три раза звонил Три раза за 10 минут Он с ума сошел? Добрый день, Петр Васильевич Такой, че б тут добрая погода, мерзкая Хотя, вы-то с лимузина сразу в теплый офис Откуда он? Как улов Я говорю, погода мерзкая Улова нет почти Объясните мне, дорогой Зачем нам с вами прекращать сотрудничество? Иностранцы бегают за мной по пятам Товар клянчат А у меня уже мощности на пределе За тобой иностранцы А за мной рестораторы ходят Им тоже рябушка нужна А чего я им продам-то, если ты у меня все забрал Почти за копейки? За копейки? Год назад вы об этих копейках даже мечтать не могли? Рестораторы мне больше дадут Они только пока обещают Мне деньги нужны Ладно, хорошо, договоримся о цене Ну давайте, приезжайте Будем договариваться Хорошо, только я сам не смогу приехать У меня дело не в проворот Я вот Арсения Викторовича попрошу приехать Пусть твой Арсений Викторович С моим внуком школьные задачки обсуждают Я буду разговаривать только с хозяином бизнеса Ладно, хорошо, на днях приеду И не тяните А то меня ресторатора обложили со всех сторон Хорошо, завтра буду Ай, ну как тебе это Ресторатора его обложили С ним-то ты справишься, но у нас более серьезная проблема назревает Роспотребнадзор заинтересовался нашими контактами С крупными торговыми сетями Забегали хищники Скорее шакалы Нет, конечно, это показатель нашего роста Но нужно быть готовыми к приходу голодных чиновников Ладно, надо будет как-то продумать тактику, как их накормить Это тебе Алина передала Спасибо Повезло тебе с ней Таких больше нет Она идеальная, я знаю Субтитры сделал DimaTorzok Ага Да, только доставка не нужна Я сама заберу адрес, мне смс-очкой скиньте, а то я сейчас не у компьютера Чего к телефону не подходишь? Так нечем Молодец Голодный? Да, много ли пенсионеру надо Сварил себе китайской лапши Я сам Вот Вот и хорошо Ладно, не дай на жалость, пенсионер Сейчас буду кормить Гендиректор мебельной компании Выпал из окна твоей квартиры Самоубийство? Да нет, вот друзья и близкие говорят Человек позитивный Куча планов на будущее Может партнеры Бизнес хотят попилить А сейчас гляну Годовой отчет Нет, это не бизнес Там сплошные убытки А вот это интересно Компания застрахована на 20 миллионов Ого! И кто у нас собирается стать миллионером? Вот сейчас глянем Есть ли у него страницы в соцсети О! Это похоже на А вот это он уже с другой женщиной Это уж она такая О как Они были подругами? Похоже на то Он был женат на одной А потом ушел вот к ее подруге Выходит, убийца Жена Подожди, дай-ка Так А-а Не выходит Почему? Она в это время отдыхала Вот же фотки в хронике Видишь? Вот Так, стоп Ты видишь то, что я? А вот смотри, то же место и Да-да Точно Та же дата Интересно Бывшая жена И нынешняя жена убитого В одно и то же время Отдыхали в одном и то же месте? Чтобы обеспечить себя, Альга Настоящей подруге осталось найти исполнителя Ну что, может коньячку? Бокалы не забыла где-то? Помню Папа С днем рождения Это у меня Это тебе Вот вчера экземпляр привезли Спасибо А твой-то тебе Чего подарил? Что? Что, забыл про твой день рождения? Говорила тебе Не иди ты в домохозяйки Пап, не начинай С твоим опытом уже опера С твоими мозгами следователя Это же Мозги следователя? Ты уверен, что это комплимент? Я серьезно Ну как можно было отказаться от мечты? Если б не вот это Хрен бы мне кто на пенсию спровадил Работал бы в полиции до последнего дня Только эта работа позволяет По-настоящему ощутить полноту жизни Невозможно быть и следователем И матерью и женой одновременно 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 Марк был занят своим делом Меня тоже не было дома Ты просто забыл Это ты, наверное, забыла Что твой Марк После пропажи жены Огреб огромную кучу денег А с такими бабками Значит, любой дурак Компанию откроет Да отстань ты уже от Марка, а Не получилось бы из меня следователя Из чего ты взяла? Да потому что первое Своё самостоятельное дело я провалила Забыл? Ну, знаешь Слушай, пропажа людей Редко раскрывается Какой бы умный следователь не был Это, знаешь, специфика такая И Ну, ладно Чего я лезу Действительно Всё настроение тебе использовал На день рождения Спасибо тебе Да не за что Обращайся Хорошо Ну что, донесёшь сама? Да, конечно Пока Давай, пока Привет Привет Кто это? Это Оксана Коллега с моей работы Заходила за презентацией Ну, и засасала она тебя В благодарность за презентацию, да? Ян, никто никого не засасывал Это был просто дружеский пиццелуй После дружеского секса Ян, какого секса? Ну ты с ума уже сошла от своей ревности Ну сколько можно? А сколько можно шариться С бабами за моей спиной? Всё, хватит Я ни с кем не шарюсь Ты достала меня, понятно? Достала? Достала Пока Куда пошла? Что я сказал? Да и чёрт с тобой С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! Спасибо! Спасибо! Смотрите как Спасибо! Это мне? Классный! Па-дам! С днём рождения! Привет! Привет! Здрасте. О, Вас с вами праздник? Да, день рождения, Алина. Ого, я вас поздравляю. А вот и мы. Спасибо, передам. Ну что, видела бы ты свое лицо сегодня. День рождения, а муж идиот, забыл про тебя. Я еле выдержал. Давайте выпивать. Да. За самую лучшую жену. За самую красивую женщину. За удачу всей моей жизни. За тебя. Я люблю тебя. Я тебя. Милые такие, да? Угу. Ура! 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 С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! Мне кажется, его надо было остудить побольше. Слушай, а мне нормально. Я люблю, когда... Может, я принесите? Даже день рождения не дадут спокойно отметить. Я на минутку. Ой. Да как же так? Ну как же? Слушай. Что за... Что за ерунда? Зачем столько денег? Я же даю вам деньги. Оплачиваю и считаю. Откуда долги? Пятьсот тысяч. И больше никогда мне не звоните. Я сам не беру. Спасибо за вечер. Все было катастрофически вкусно. Я верю иду. А тебе просто повезло. Ясно? В следующий раз будет матч-реванш. Если не струсишь. Слушай, я это, я ребят провожу и прогуляюсь заодно. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Привет. Привет. Что стряслось? Нормально все. Чай сделай черный, пожалуйста. Плакала что ли? Может что покрепче? Я в порядке, Чайл. Слушай, перестань мне звонить. Забудь вообще, что я существую. Ты меня понял? Все, нет меня. Умерла я. До свидания. Мартинию сделал? Виски. Помоги мне снять кроссовки. Зачем так напиваться-то? Правда, сама не можешь снять обувь, что ли? Я могу, но я хотела, чтобы это сделала ты. Для чего? Ты совсем дурак. Кто звонил? По работе. В 12 часов ночи, но ничего не ответил. Ну что, я выпил, все равно выйти не смогу. Завтра скажу спал. А что такое? Где у нас? У тебя кто-то есть? Настя, если у меня кто-то появится, я не стану тебя обманывать. Тогда что не так? Что? Я забочусь о тебе. Дома всегда убрано. Еда готова. Я слежу за собой. Я хорошо выгляжу. Я тебя не пилю, я тебя поддерживаю, доверяю тебе. Я никогда не спрашиваю, куда ты таскаешься после работы, что не так? В общем... В общем... Настя, прости. Нет, ну... Ты говоришь вот иногда, это тебя не касается. Вот это тебя не касается. И нет у меня никому. Я не знаю. Сам не знаю, что происходит. Ты будто сломал с вами что-то. Котик, ты нагулялся? А как там твоя коллега? Когда у вас следующее свидание? Ты знаешь, я решила сама с ней поговорить. Пусть теперь чаще оглядывается. Ты меня понял? Нет. Ребята, я помню. КОНЕЦ Че пялишься? Нравлюсь? Три тысячи в час. Добрый день. Вам какой? Спасибо. Добрый день. Девушка, можно? Только вода? Да, без заправки. Кофе, выпечка по акции. Карта бонуса имеется? Тогда пятьдесят рублей. Спасибо. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. А он че? Так он сразу затух. Только понтоваться и может. Да, конечно. Понторез гребаный. Ты сам какой. А вы че думаете? Закурили крутыми себя почувствовали? А? Да. Егор, ты чего? Ну, смотри. Слушайте, может это? Пьяная? Да не, ее снегом уже занесло. Петр Васильевич. Так, Володя, давайте идите уже. Но без меня не начинайте. Сейчас буду. Так, ну так что? А? А чем? Слушай, ты где витаешь-то? Ты нормально себя чувствуешь? Все нормально? Да. Простите, просто... просто не выспался. Давай, просыпайся быстрее. Ты ж ко мне приехал не на воду любоваться? Хорошо, пять процентов к прежней цене и работаем как раньше. Слушай, выглядишь ты как-то, как будто тебя кто-то веслом отходил, а? Пятнадцать процентов к прежней цене и договорились. И то только из жалости к тебе. Вид у тебя пришибленный какой-то. Ну, если жалко, тогда десять процентов. Ну, вот. Просыпаться начал. Значит, договорились. Так, подъехали. Работаем, работаем. Здравствуйте. Телеканал «Криминальная хроника». Пожалуйста, скажите, что здесь произошло? Можете дать комментарий для нашего телеканала? Пожалуйста, прошу вас. Но туда нельзя. Стой, стой, стой. И сразу полицию вызвали? Нет. Сначала Кирюха поблевал, а потом вызвали. Ладно, свободно. Здравия желаю. Привет. Ну что, опять у воды? Неужели наш старый друг проснулся? Очень похоже на то. Внешних следов полового насилия нет, но окончательно могу сказать, только после вскрытия. Предварительно асфиксия и множественные живые ранения. Может совпадение? Нет, не думаю. Кольцо. Где ж ты бил все это время, дружок? Кольцо. Пожалуйста, ваш кофе. Спасибо. Дальше я вас слушаю. Здравствуйте еще раз, Надежда. Я бы хотел, наверное, чего-то перекусить. Чего именно? А что посоветуете? Там все написано. Кленовый пекан, улитка с изюмом, шоколадный галстук, сосиска в тесте. Сосиска в тесте. Кофе? Американо. С молоком? Нет. Сарай, 92-й, 1200. До свидания. До свидания. Тяжело, наверное, вот так вот за прилавком целый день стоять. С вас 250 рублей. Карты наличные? Наличные. А ваши 500. Сдачи еще. Третий, 95-й. Угу. Простите, третий? Третий, 95-й на 500 рублей. Спасибо. Кофе? Нет, спасибо. Кофе? Третий, дизель готова. Третий, дизель готова. Сдачи, Василий, молодой человек. Вы забыли чек из дачи. Что? Я говорю, что если не перестанете на меня подпялиться, я охранника позову. Подождите. Не нужно охранника. Я сама решу, нужно или нет. Простите, просто вы очень похожи на человека, которого я раньше любила. На мою бывшую шину. Ага. Ох, ну и тяжелый же этот господин Мелихов. Но вы все-таки договорились? Надеюсь, что да. Хорошо. Пойдем ужинать? Малыш, я так сегодня вымутался. Я сразу в постель. Малыш. 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 Личную жертву уже усыновили? Так точно, Владимир Николаевич. Чернова Яна. 1993 года рождения. Безработная. В прошлом году окончила филфорт нашего университета. Угу. Местная? Почти. Родилась в деревне Гавриловка. У меня там мать живет пенсионерка. Сама Чернова жила в общежитии. Угу. Что еще? А все. Больше нет ничего. Как? У меня начальство со вчерашнего дня добрят. Неужели, говорят, опять наш душитель проснулся? Олег. На теле убитый гематома, того же характера, что она жертва душителя. Смерть наступила в результате асфиксии. Также с переломом подъязычной кости. Уже после смерти также многочисленные ножевые ранения в углах живота. И также след от обручального кольца. Ну и также жертву нашли возле воды. Понятно. Ну что, придется идти сдаваться начальством. И все-таки проверить все личные версии. Поговорить с матерью, выяснить, были ли друзья, любовники. Если вдруг выяснится, что это не душитель, семь премий в размере месячного клада выбью. А теперь криминальные новости. В промышленном районе на берегу реки Ветла найдено тело выпускницы филфака 25-летней Яны Черновой. Уже после смерти ей нанесли множественные колотые раны. Все это повторяет почерк серии убийств, совершенных несколько лет назад. Скажите, это правда, что по почерку убийства вернулся маньяк-душитель? Послушайте, я не готов сейчас давать никакие комментарии. Не надо пугать людей. Как сообщил наш источник, полиция также проверяет и личные версии гибели Яны Черновой. Однако характерные повреждения на теле дают основания полагать, что версия с маньяком у силовиков будет в приоритете. Да? Смотришь телевизор? Угу. Ну, а что ты думаешь? Ну, скорее всего, он уезжал из города, а теперь вернулся. Сомневаюсь. Если бы похожие убийства происходили в других местах, мы бы об этом узнали. Значит, он по какой-то причине убивает только в нашем городе? Может быть. Вопросов стало еще больше. Ты же интересовалась этим делом четыре года назад. Помнишь твой психологический портрет душителя? Ну, и как ты считаешь, склонен к переездам? Скорее всего, нет. В какой-то степени он консервативен. Хотя он мог уехать вынужденно. Ну, и что же могло его вынудить? А прости, пап. Больше не могу говорить все. Продолжай набрасывать версии. Разминаем от... Все, пока. Доброе утро. Прости меня за вчерашнюю. А что вчера было? Спасибо. Просто долго ехал, голова распалилась. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Что говорит мать Черновой? Да ничего она не говорит. Она на грани нервного срыва, плачет все время. Она же одна осталась после смерти дочери. А в каких отношениях они были с матерью? Ну, я так понял, что в теплых. Чернова-младшая работала, помогала матери деньгами. Мать говорит, что она была замкнутая девушка, с людьми сходилась редко, друзей у нее не было. Она знает, где искать ее мужа? Да не было у нее мужа. В смысле не было? А кольцо? След от кольца. Есть? Кольцо есть. Мужа нет. Ну, был у нее какой-то кент. Они даже обручились, но пожениться не успели. Черт. С парнем разберемся. Хотя, честно говоря, личная версия меня не убеждает. Да маньяк это там, к гадалке не ходи. Ну, или подражатель какой нашелся. Подражатель вряд ли. Почему? Жертва задушена очень. Как сказать, профессионально, как и все девушки до этого. Вообще, характер повреждений очень точно воспроизводит прошлый случай. Так что, если подражатель, то он должен служить в полиции, иметь доступ к делу. Суд медэксперт? Угу. Ну, если серьезно, это дело рук одного человека, который знает, как убивать и наносить повреждения. Я же говорю, суд медэксперт. Не, на самом деле, суд медэксперт очень подходит. Ладно. Давайте подведем в итоге. Что у нас есть? Есть у нас немного. Есть у нас маньяк, который душит девушек. После того, как задушил, наносит ножевые удары. И снимает обручальные кольца. Он пропадал. Четыре года. Теперь вернулся. Давайте подумаем, почему наш дружок брал такую долгую паузу? Это элементарно. Он мог уезжать из города. Мог. Надо просмотреть сводки. И понять, были ли в других городах подобные происшествия. Может быть, были, а наши коллеги просто не додумались связать их в серию. Ну, он мог сидеть в тюрьме. Мог он сесть по какой-нибудь другой статье. Изнасилование, кража, любая другая. Тоже верно. Значит, нужно поднять дела недавно освободившихся, которые просидели три-четыре года. Еще он мог быть в психушке. То же самое. Идем в местную психиатрическую больницу, поднимаем дела сложных пациентов, которые недавно выписались. Ну что, отрабатываем пока эти версии. Угу. Да. И еще. Послезавтра с вами будет работать другой следователь. Как это? Че это? Пенсия. А вас в конце недели ждет банкет. А сейчас дело терится попроще. Не хотел огорчать вас раньше времени. Или вы рады? А кто дело будет вести вместо вас? Понятия не имею. Вот придет какой-нибудь тупырь, и как нам с ним работать? Руслан, ты что? Разучился обращаться с стабильным оружием? Никак нет. Давай-давай. Ну все, пока, малыш. Беги. Оникс отвалился. А это уже серьезно. Мы такие крупные сети терять не можем. Останемся без сбыта. Уже на 15% поплыл объем. Как будем действовать? Что будем делать? Друзья, ну давайте постараемся вместе, да, подумать. А на сегодня это все вопросы, да? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Марк, что с тобой происходит? Все нормально. Все нормально? Я вижу, что все нормально. Ты поэтому молчал все совещание? Знаешь что, мне Вашкова сгонять надо. У нас там новый поставщик нарисовался. Ты вообще не слушал, да, о чем мы здесь говорим? У нас проблемы с продажами. Какой новый поставщик? Новый. Сегодня Болотов приезжает из Роспотребнадзора. Понимаешь, сам решил приехать, а не инспектора прислать. А мы с тобой даже не оговорили тактику. Ты же не прямо сейчас собираешься в Ашкову. Прямо сейчас. Ну что ж, ты постарайся его мочировать, я не знаю, там, покажи ему все, расскажи, попытайся узнать, о чем он думает. Не по рангу. Болотова должен встречать ты. Ничего, ты справишься. Скажи, пожалуйста, что в бухгалтерии? Татьяна деньги обналичила? 500 тысяч. Да, зайди к ней. Отлично. Болотова должен встречать... КОНЕЦ КОНЕЦ Я вас слушаю. Брать что-нибудь будет или сегодня так, поглазеете? Буду. Очки. Очки? Угу. Может, лучше зонтик возьмете, а то вдруг дождь пойдет. Давайте, зонтик. И очки. На потом. На потом. Жаль, у нас ласты не продаются. Тоже бы пригодились. На потом. Ну как, не идут? Честно говоря, не очень. Там, мне кажется, ничего. Я знаю, где можно хорошие очки купить. Покажете? Там не дешево. Неважно. У вас телефон звонит. Не ответите? Клиенты звонят. Ну что, покажете? А у меня смена еще полчаса. Пошел ждать. Девушка, пятая колонка свободна? Девушка, пятая колонка свободна? Пятая? Да. Ну как жили? Жили как... Эти... Староверы какие-то. В палатку. Почему как староверы? Ну не знаю, мне кажется, что я их именно так себе представляю. Палатка, борода и никакой цивилизации. Смелым жарь шалаша. Слышал? Ну вот. Пока милый мой не помер. Он это, дрова заготавливал, дерево пилил, а оно того. Прости. Придавила его? Ну, в общем, я собралась и сюда уехала. В общем, теперь здесь. Живую работаю. Да. Что там? Настойчивые клиенты? Да. Очень хотят наш продукт. Просто в очередь стоят. Арсений, привет. А ты не знаешь, где мой муж? Поехал в Ашкова к какому-то новому поставщику. А ты будто недоволен. Ну да я просто не понимаю. У него тут куча проблем. Он все бросил на меня и уехал. Ну, если Марк так поступил, значит, это для чего-то нужно. Наверняка у него есть план. Ну, наверное, ты права. Ладно, спасибо. Пока. Ваш чай, пожалуйста. Посчитайте у нас, пожалуйста. Я на неделю заеду. Покажете мне город? Так а что показывать? Дара-дара. Но ты все-таки приезжай. Что-нибудь придумай. Я заплачу. Что, две тысячи за эту селедку? Ну, шутят. Спасибо. Может, отключишь уже? Где папа? Папа на работе. Уже ночь. Ну, а ты же знаешь, что иногда у папы много работы. Ну, папа вечером всегда с нами. А сегодня не смог. Тогда давай банан. Звучит музыка. Запрыгивай. Пристегивайся. Молодец. Все, 8 месяцев я побежал. Возвращайся сегодня пораньше. Правда, нет. Твоя работа, она очень важная, да. Но мы по тебе скучаем. Намерк понял. Вечером у амбара. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Вот. 500 тысяч. Вы все время звоните, требуете еще, еще, еще. Так не может больше продолжаться. А ты что, хочешь жить спокойно и счастливо? После всего, что ты сделал? Ты убил мою дочь. Помни об этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Кофе... Продолжение следует... 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 Хочу. Сколько звезд? Сколько захочешь. Хм. Что ты на меня так смотришь? Я женат. Вау. Вот это сюрприз. Ты догадалась? Конечно, я догадалась. Женатого мужика за версту, видать. Потом тебе так часто звонит твой клиент по имени Алина. Слушай, ты не парься, мне пофиг. Обычно эта женщина волнует. Да с какой стати это меня должно волновать? Замуж за тебя я не собираюсь. Секс у нас был отличный. Ну, а если ты гуляешь от жены, то это ваши с моей проблемой. Я не гуляю. Это в первый раз. Да ладно. То есть, ты что, в меня влюбился? С первого взгляда и это на всю жизнь? Повезло мне. Ну, ладно, мне пора. Ну, брось. Ну, ты что, обиделся? Ну, перестань. Ну, мне не пятнадцать лет. Нет, я не обиделся. Просто я не могу остаться на ночь. А я можно тут поторчу? Мама ж шикарная. Никогда ж таких не жила. Да, конечно. Радио твое туши, иначе выключим свободу. Три минуты. Тебе понял? Чем за вас? Мам! Да. Мам! Что случилось? Опять этот сон? Все, тихо, 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 мой хороший, я здесь. Это просто сон. Мам, мне опять приснилась эта тетя. Все, успокойся. Просто сон. Ну, можно я с тобой посплю? Конечно. Конечно, пойдем. Прости, вчера поздно приехал, не хотел вас будить. Ты спала с Антошкой. Да, ему опять этот сон приснился. Опять эта страшная женщина. Привет, привет. Никоня. Он скучает по тебе. Ждал вчера весь вечер. Я не смогла дозвониться. Там связь плохая была. Ты как? Он почему не в школе? Знаешь, он плохо спал. Решил сделать человека выходной. Потусим, деду съедим. Поставь чайник. Давай. Так, мне нужно в душ и на работу. А как твоя поездка? Ничего, нормально. Может, расскажешь? Не забивай себе голову. Я с дороги еще не мался. Ну, что такие радостные? Поймали злодея? Похоже на то. Ну, жалуйтесь. Перешерстнили все тюрьмы. Так. Выяснили, что три месяца назад освободился некий Егор Шишкарев. Отбывал срок за грабеж. Съел он сразу после того, как было совершено нападение на Антонина Севякова. После которого, как нам известно, все нападения прекратились. И еще. Егор Шишкарев ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Мы просили соседей. Все его немного побаиваются. Он заносчивый, вспыльчивый и бухать любит. Съездили по адресу. Дома его не застали. Но заглянули в комнату через окно. Благо, что живет на первом этаже. Дома такая откровенная помойка. У него явно проблемы с личной жизнью. Бабы ему не дают. Вот он и мстит. Ну, это нормально. Знаю я его, проходил по делу исчезновения Марией Воронцовой. Работал водителем в том же районе. У него последнее дело перед моим отъездом в Москву. Послушайте. Так, может быть, все-таки Воронцова имеет отношение к нашей серии? Тогда все наши совпадения не случайны? Надо брать Шишкарева. Торопитесь, мужики. Вы вот это читали? Умные, расчетливые, аккуратные. Легко входит в доверие. Особенно к женщинам. Не совпадает это Шишкарева. Согласен. Только это все теория. Это они все как в кино. Умные, аккуратные, обаятельные, привлекательные. А в жизни все по-другому. Ну, хорошо. Отработайте. Да мы подработали уже все. Давай задержим и допросим его в конце концов. Нет, просто поговорить. А дальше возвращайтесь к основной версии. Вы в бар ездили, где последний раз видели наш шишерт? Нет. А чего тогда стоим? Ждем. А вы что бросили уже? Да. Какая штука. Значит, напополам. Ирина, прохожу здесь практику. Рома. В смысле, роман. Следовать. Только он перевелся. Паразит. Привет, Анна. Ой. Как ты меня напугал, паразит. Что, я такой страшный? Да нет. Я просто не ожидала тебя увидеть. Здесь, средь бела дня. От тебя ж ни слуху, ни духу. Невестка и та чаще меня навещает, чем родной сын. Мам, ну, перестань ворчать. Сделал лучше чаю. Мать, чуть заика не сделала. Мама, а где Машины вещи? Тот в шкафу. Скажи, зачем тебе ее вещи? Нужны? Зачем? Мама, ну, чего ты заводишься? Я не понимаю, зачем я храню эти вещи? Мама, а оно зачем тебе? Приятель попросил для дочери, ей не о чем пойти на выпускной. Что ты какой-то чушь болтаешь? И это платье на выпускной? Мама, что за допрос? Марк, не вздумай обидеться, Алина. Ну, дед, опять куда-то ездил. Наверное, за китайской лапшой. Алина. Привет. Привет, пап. Какие люди? Антоха? Дед. Здорово, здорово. А мы с мамой ходили на батуты. И еще там игровые автоматы. И можно на машине покататься. А где штука интересная? В цирке? Ну, дед, где ты видел, что вы в цирке были игровые автоматы? Мы в торговой центре ездили. Ой, а зачем ты столько набрала? Я все купил. Да что ты там купил? Покур на тебя по-человечески. Антон, неси. Во! Да, 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 давай, 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 давай. Пап, ну… Ничего, ничего, разберется. А у тебя что-то случилось? Да нормально все. Не ври мне. Я же вижу, что что-то случилось. Присядь. Присядь, говорю. Да, Марк. Какой-то странный в последнее время. Знаешь, как будто бы не со мной. На звонки не отвечает Алина. Даже… Даже кажется, что у него кто-то появился. Кто? Кто-то… Другая женщина. Ого. Скажи, что я дура. Ну… Не без этого. Ты же сама говорила, что он женат на своей работе. Он женат на мне. Нет, это само собой. Ну… Ну, это правильно, когда мужчина увлечен в своей работе. И так же правильно, когда и женщина следит за своим домом. А… Поэтому ты меня все время на работу выпихиваешь. Нет, это я имел в виду обычных женщин. А я же знаю, что ты у меня не такая, как все. Папа… Папа… Расскажи про маму. Я… Помню, конечно, что-то, но… Мало помню, что вы ссорились. А так ничего не знаю. Твоя мама была… Очень сложным у человека. Ее очень терзало то, что она не смогла себя реализовать. Похоронила себя в браке с милиционером? Ну, вроде того. Я думаю, что она из-за этого и… Знаешь, после аварии… Ну, когда я стал ездить вот на этой вот штуке. Времени-то много появилось. Стал думать. И часто стал ее вспоминать. И вот думаю я. Все ли я правильно делал? И вообще, вот… Все ли я сделал для того, чтобы уберечь ее от… Самобильства это ведь… Папа, ладно, надо. Одно знаю точно. Я ее очень сильно любил. Да я знаю, знаю. Ты все сделал. Все, что мог. Мне нужно себя винить, слышишь? Хорошо, не буду. Но это и меня тоже должна понять. Ну, почему я тебя все время толдычу про работу? Я очень хочу, чтобы ты реализовалась. Понимаешь? Угу. Ну, тогда всякие дурацкие мысли не будут приходить в голову насчет мужа. Ладно. Угу. Получ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мама, мы играем в шпионов? Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С кем Яна ушла и ушла ли она одна, барменша сказать не может. Так. Пришла распечатка от сотового оператора. Самоспереписки Яна с ее парнем. Зовут его Михаил и он ей угрожал. Миша дозвонились? Абонент недоступен. Что еще говорила бармен? Бармен на самом деле рассказал очень много нового. Со слов матери мы все знаем Яну как скрытную и таинственную. А барменша рассказала, что несколько раз Яна приходила в бар. Откровенно снимала мужиков. И уезжала вместе с ними. Ну вот он узнал и конечно же Миша могла сорвать крышу. Ну тогда это не серия, это убийство на пуче ревности. Что с Шишкаревым? Нашли? Нет. Ну так давайте искать. Ирочка, здравствуй. Здравствуйте, товарищ майор. Мелочей нет? Да вроде было. В куртке видно забыл. Тогда держите. А ты? А я буду мучиться. А зачем мучиться? Я угощу. Ну вот и что он нам скажет? Да, мол, это я душил девушек. Простите, был неправ. Просто темперамент у меня такой. Да не темперамент, а миссия. Наш дружочек чистит мир от скверной. Искореняет грех, так сказать. Я все равно не могу понять. С какой херомантией нам с этим Шишкаревым беседы беседовать? Оттащить его в отдел и допрашивать. Да нет, Дэн. Майор был прав. Вот за что ты его тянешь в отдел? За попытку ограбления он уже отсидел. А за бардак в комнате. Но за это не сажают, Дэн. А вот, похоже, наш клиент. Гражданин Шишкарев. Оперуполномоченный Исоев. Стой! Шишкарев! Стой, Шишкарев! Стоять! Стой, сука! Гражданин Шишкарев! Стой! 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 Стрелять буду! Стой, говорю. Стой! Рус! Ты как? Ворота! Вперёд! Номер в машине! Быстро! Ещё я очень люблю квесты. Была на все в городе. К сожалению. Теперь только если в другую область ехать. А ты играл когда-нибудь? Нет, я на тусовки не хожу. Тебе скучно? Да нет, я, наверное, просто скучно. По-моему, ты немного дикий. Дичём. Поехали в клуб или караоке? Да. Кто? Исой где? Да, сейчас буду. Мне в больницу. Исой его порезаю. Исой. Исой. Ага. Привет. А ты скоро домой? Не знаю, малыш. Еще одна встреча. А может, побыстрее. Ага. Я все хотела тебе сказать, только не смейся, пожалуйста. Мне кажется, что за мной в последнее время кто-то следит. Что? Да. На днях меня преследовала какая-то машина. Может, мне показалось, но дома тоже. Когда тебя нет… Не сходи с ума. Выпьи валерьянки и ложись. Завтра поговорим. Пока. Привет. Прилежный ученик. Усвоил никаких телефонов на уроке. Ну, что, в гостинице? Сперва поесть. Ну, что, в гостинице? Сперва поесть. Ну, что, все нормально. Ничего жизненно важного не задето. Только кролик терял много. Жить будет? Выводит. Выводит. Ну, вот и слава. Спасибо. Сперва поесть. Сперва поесть. Ну, все нормально. Ты как? Ну, нормально. Да, родным сообщили. А, да. Жена уже едет. У квартиры Шишкарева людей выставили. У дома его родители тоже. Домой он вряд ли вернется. Ты иди, я дождусь. Иди. Ну давай, старик, ну не выдумай, ну. Да. Ром, это Ира. Как твой опер? Нормальный. Ну вот и прекрасно. Может вернешься? Здесь обещают весело будет вечером. Я в больнице. А я пока никуда не собираюсь. Классный ресторан. Я до тебя никогда в таких не была. Давай это будет наше место? Меня до тебя никто в такие не водил. Хотя может и водил. А я просто не помню. Что значит не помню? Да ладно. Ерунда забыть. Ты еще подумаешь, что я сумасшедшая. Нет, не подумай. Говори. Ну ладно. Я это, на самом деле, только последние четыре года своей жизни помню. А что да как до этого было, мне всегда муж рассказывал. Ну, у меня там травма случилась и, в общем, да, короче, память отшила. Ну что? Ну вот. Точно не надо было тебе рассказывать, да? Можно я буду помогать? Хорошо. Морковь почисть. Держи нож, только аккуратно не обрежься. Ну, мам. Да? Малыш, ты извини, но я сегодня не приеду. Как? Антошка тебе ужин готовит? Переговоры были очень сложные. Я еле живу сейчас. Ехать в таком состоянии опасно. Боюсь, просто усну по дороге. Алло. Алина. Алин, ты меня слышишь? Угу. Хорошо. Молодец. Давай дальше чисти. Установись. Все-всё-всё. Все. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Оно ведь не новое, да? Наверное, платье твоей жены, которое ты придушил. Да? Что ты несешь? Я никого не убил. Придушил, придушил. Ну, ты переодел его на меня. Ты тоже хочешь меня придушить. Да? Что там? Что-то еще? Ну как? Так? Я похожа на женщину, которую ты любил? Куда она делась? Где она? Она меня бросила. Ну и дура. Я бы такого никогда не бросила. Это что, все? Силы закончились? Я сплю. Что? Спишь? Я сплю, все. Может, я уже пойду? Иди, мусор не забудь. Скотина. То есть, ты просто хотел со мной переспать? Ага. Козел. Больной на всю голову. А что делаешь? Хочешь набить себе тату? Угу. У меня уже была один раз. Маленькая. Вот тут. Такая маленькая-маленькая. Но муж заставил свести. Ну, он у меня так был чокнутый, слегка старовер, типа. А татуировочка была такая совсем малюсенькая цветочка. Слушай, скажи. Ты совсем ничего не помнишь? Детство, школа, первые влюбленности, а? Может, ты к психологу пойди? Гипнотизера? Слушай, ну, что ты ко мне пристал? Да какая разница, что там было? Я уверена, ничего хорошего точно не было. И потом? Тебя-то что? А? Мы же договорились, что у нас просто секс. Да? Ну, ты куда? У нас же просто секс. Тебе какая разница? Тебе? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да нет, не хочу Антон их не любит Да и я не очень Доброй ночи Почему мне не сообщили, что у нас есть подозреваемые? Это было мое решение, Владимир Николаевич Да? Может, объяснишь? Шишкарев не подходит под классификацию злодея Я думал, с ним достаточно просто поговорить, пообщаться А мне плевать на твои классификации, майор Мне нужна работа, результат, а не твоей теории Шишкарев проходил как свидетель в деле о пропавшей бездвести, так? Срок его заключения совпадает с паузой в убийствах Ну что еще нужно, чтобы понять, что он может быть опасен? Надпись на лбу «Я маньяк»? А где эксперт? Я спрашиваю, где Олег? Он у меня отпросился, личные обстоятельства Олежь! Здоров, каким судьбарем? Привет, нужно поговорить Ты что, срочно на оперативку опоздаю? Так Прошу Слушай, а ты чего такой взируешь? Проблемы дома? По-моему, проблемы у тебя С чего ты взял? Давно Алине изменяешь Не понял А засос на шее Ты его, конечно, запудрил Но этого недостаточно, чтобы обманивать судмедэксперта и жену Алиной поставила, бывает Ну, мне-то зачем врать В начале вашего брака, да, действительно были такие засосы Но потом это прошло Ну, семейная жизнь острота уходит, так бывает Ты что, годами следишь за моими засосами? Извини, профессиональные, все мы немножко маньяки Ну давай к Олеся, кто она Разогнать бы вас к чертовой матери всех Виноват, товарищ полковник, с меня и спрашиваете Да мне что с того, что ты виноват? Ты это скажи своему сотруднику, который в больнице с ранением лежит Да, старик Попал А я думал, у меня проблема И что делать? А? Что мне теперь делать? Ну что, прям Так похоже на Машу Ну, Алина, как я понимаю, не догадывается о существовании Нади, да? Ну, слушай, все равно еще ничего не значит Очень похоже И понял Последние четыре года Ну и что? Ну, татуировка Кстати, скажи, можно вывести татуировку так, чтобы ее вообще не было видно? Ну, в принципе, можно, небольшую И достаточно свежую, да Маша Маша сделала татуировку незадолго до того, как пропала Ну, слушай, ну, сейчас у всех татуировки Ну, тоже, может быть, просто с совпадением Ну, вот все это Похоже на Машу Потеря памяти Татуировка Подмах, старик Ты даже не знаешь, что у меня там сейчас внутри происходит Если это Маша Ну, хорошо Простой выход Экспертиза ДНК Очень простой выход Что думаешь? Мне нужно будет у нее слюну когда-то добыть? Совсем не обязательно Волосы с расчески возьми и все И у Антона тоже Все Олежа, где тебе ночь? Ладно Я пойду Давай Здрасте Что вы здесь делаете? Мы же договорились Я не могу вам дозвониться, вы не берете трубку Вы меня внесли в черный список? Я уже платил вам в этом месяце Мне нужно Иначе бы я сюда не пришла Так не может больше продолжаться И я не дам вам денег Я не позволю так с тобой говорить, слышите? Мне сейчас нужно сто пятьдесят тысяч Сейчас Понятно? Я пойду в полицию Я наконец это сделаю Ты убийца И пусть они об этом узнают Я не убийца И полиция здесь ни при чем А то зачем же ты платишь, а? Боишься? Шашкарек Я про этого дегенерата даже слышать не хочу А где его найти? Понятия не имею После того, как его уволили, я ничего о нем не слышал За что уволили? А за что его на работе держать? Это ж не человек, это стихийное бедствие Алкаш, к тому же грубиян Ну, не за грубостью уволили Степаныч Степаныч, давай быстрее уже Да иду, иду За грубостью уволили Пассажира не грубили Может быть друзья были, есть Честно сказать, слово дружба к Егору не подходит Ваш ключ Хотя Был у него приятель Димка Кузнецов Но он пропал Без вести Давно? Ну, месяца через два После увольнения Шашкарева Тоже приезжали, спрашивали Поискали, поискали, а что толку-то? Спасибо Да не за что, давай Салютблоки менять будем? Не, не сегодня Степаныч! Месси против Ахенфеева Наша сборная побеждает Отчитывай, отчитывай, куда ты Не знаю, может ты и права Как? Следи за ним Зачем? Покопайся в его телефоне Что? А что, лучше держать голову в песке, как страус? Ладно, я тебя услышала Так, все, девятиметровый Давай, отмеряй девять метров Я не понимаю Я не знаю, что ты Встречай в беду Третье Встречай в салют В эхе В это сделать Эти Город Знаешь? Да, нет Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... 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 Хорош, тормози. Да пошли внутрь. Свет-то есть? Вон там, выключатель, Коль, глянь. О, пашка. Любочек. Да, есть. Что там, есть что-нибудь? Коль. О, бренки. Ничего себе. Ты видал? Ну, а что? А чем Кузнецов занимался? Да ничем. За любую работу брался. Ну, тут таксовал, машину здесь держал. Все надо додуматься. Только денег в гараже хранить. Таксовал без выходных. Ага. Смотрим дальше. Ага, да. Работа идет. Мужики, а что за запасок? Кто такой? Давай. Красавица. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Осторожно, двери скрываются. Следующая остановка – улица Академика Туполева. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Внимание! Электропоезд Ошкова-Озер прибывает на пятницу. Повторяю! Электропоезд Ошкова-Озер прибывает на пятницу. Гражданин, постойте! Стой! Давай за ним! Стой! Стой! А ну, стоять! Давай, перстык его! Режи! Руки! Стар! Пошел! Давай, подшип его! Повторяю! Провень! Не, стескро-поезд Ошков... Заходи! Повторяю! Повторяю! Стескро-поезд Ошкова-Ошкина! Открываем! Открываем! Готов? Начинай. Итак, наш первый выпуск будет посвящен прекрасному новому набору. Та-дам! Смотрите, это прекрасный новый крутой корабль. Ну что, открываем? Пока все как обычно. Так, ага, инструкция. Это нам пригодится. Привет, мам! Все, стоп, 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 стоп! А мы снимаем наш первый выпуск для моего блога. Сам придумал? Ага. Это будет бомба. Про конструкторы, про компьютерные игры. У нас будет мужской блог. Молодцы. Спасибо, что забрала Антошку. Пожалуйста, а ты где была? Просто гуляла. У тебя все хорошо? Да, а что? Ничего, просто ты какая-то грустная или мне показалась? Показалась. Давайте закругляемся на сегодня. Ну, мам, еще чуть-чуть. Закругляемся. Завтра рано вставать. Анна, право. Завтра рано вставать. И мне тоже. Завтра рано. Завтра рано вставать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Мам. 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 Ты что-то такая напуганная? Кого-то призраку видела? Извини, пожалуйста. Марк, извини, пожалуйста. Я тебя не ударила, нет? Прости, пожалуйста. Прости. Я не могу просто терпеть, когда меня в шею целуют. Меня просто все... Я тебе даже передать не могу, как у меня все переворачивается внутри. Ну, это какая-то патология у меня. Я не знаю. Ну, прости, но ты не виноват. Ну, все нормально? Почему? Как Антошка? Хорошо. В школу сходил, бабушку навестила, теперь спит. Спасибо тебе. Да что? Что маму мою не забываешь. Марк. Как у тебя день прошел? Как обычно. Встреча, совещание. Потом поехали на производство. Новую линию его налаживать. Устался он, Яна. Хватит уже! Хватит говорить про свою работу. Ну, ты же сама спросила. Привет. Как дела? Ничего. Слушай, ты все время спрашивал, помню ли я хоть что-нибудь? Так вот, у меня все-таки есть одно воспоминание. Говори. Ну, в общем, я помню, какой у тебя ребенка. Мальчик лет трех-четырех. Ну, это все очень обрывочно и невнятно. Вот. Но, да, это, конечно, в общем, чушь какая-то. У меня ведь нет детей. Ну, ты же спрашивай. Марк. Марк, ты меня слышишь? Марк. Всего доброго. Привет. Привет. А ты что на такси? Где машина? В ремонт отдал. А что с ним? Ничего, просто техосмотр. Так мы же недавно делали. Настя, ты что хочешь? Ты в машинах разбираешься? Вне очередной техосмотра. Все, допрос окончен. А что ты так со мной разговариваешь? Ну, а что ты тупишь-то? Тысячу вопросов. Идешь, нет? Нет. Он сидит и врет у меня в глаза. На производство ездил, линию запускал. Ну, это ж не его жена. Не знаю. Она очень похожа, очень. Да не, ну, бред. А где она тогда пропадала эти четыре года? Просто женщина, заправка которой похожа на него. Первый ужин. Что мне делать? Да расслабиться. Да, нужно съездить в Ошкову и просто поговорить с ней. Ну, вообще-то я не это имела в виду. Вон я. Пыталась все контролировать. Вечно задавала вопросы Олегу, доставала его. Пыталась все расставить по своим местам. Расставила. Он отдельно, я отдельно. Совсем плохо. Дали, мы абсолютно чужие люди. Чувствую, что нам будет только хуже. Знаешь, правда, нужно расслабиться, чтобы не сойти с ума. Пусть все идет, как идет. Пусть все идет, как идет. КОНЕЦ Добрый день. С вас сто тридцать. Ваши сто пятьдесят. И задача двадцать. Спасибо. Вторая, девяносто второй, тысячи двести. Четвертая, девяносто пятый, готова. Всего доброго. Спасибо. Свет, я на пять минут. Хорошо. Алина? Он тоже на меня как на призрак смотрел. Что так похоже? Ну и что, приехал? Сейчас будешь просить оставить твоего мужа в покое? Так я его и не трогаю. Он сам сюда катается. Взрослый мальчик. Я вам денег дам. Сколько? Миллион. 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 Слушай, не делай так больше. Здорово. Волос принес? Угу. Давай. Ты знаешь, я тут подумал. А не нужно делать никаких тестов. Круто. И правильно. Очень хорошо, что ты к этому сам пришел. Это все фигня просто. Эта женщина очень похожа на твою Машу. Вот и все. Просто выкинь из головы, забудь и успокойся. Не. Ты меня не так понял. Я уверен, что это Маша. Поэтому не нужно делать никаких тестов. Да. Ты подожди. Что ты будешь теперь делать-то? Пока не знаю. Ну, наверное, для начала надо поговорить. С Надей. С Надей. Привет. Привет. Мне нужно с тобой поговорить. Прекрасно. Мне тоже. Это что? Твоя заходила. Дала за тебя миллион. Чтобы я с тобой больше не встречалась. Ну, я отказываться-то не стала. Деньги неплохие. Ладно, я с этим разберусь. Послушай. Тебя зовут не Надя. Тебя зовут Маша. Маша Воронцова, ты не просто похожа на мою жену. Ты и есть. Моя жена. Она пропала несколько лет тому назад. Пропала без вести. Тебя предполагала, что она стала жертвой маньяка. Но, по-видимому, ты просто потеряла память. Ты что, курил? Ну вот. Ну вот. Ну вот, посмотри. Вот это ее фотография. Разве могут быть посторонние люди? Так друг на друга похожи. Это же ты. Ну, просто прическа другая. Еще на ключице у нее была татуировка. В виде цветка. А еще она ненавидела, как ты целовал ее в шее. А еще у нас с ней сын. Ему сейчас восемь. Когда она пропала, ему было около четырех. Да это вред какой-то. Слушай, Леша мне говорил, что мы поженились десять пять назад. Твой Леша тебе врал. Я не знаю зачем. Но теперь это и не важно. Мы будем жить вместе. Как прежде. Я постараюсь в это поверить. ПО ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Я пыталась защитить свою семью Я понимаю, что от этого можно сойти с ума Она очень похожа на Машу, но это невозможно Наде, это Маша Я не хочу делать тебе лишний раз больно доказательств только что Это не может быть совпадением Прости меня Прости, я не хотел тебя обманывать Но я не могу поступить по-другому, пойми Ты немного от меня хочешь То есть я должна понять Понять все это Я же умная, сильная, да А то, что было между нами Эти четыре года Ты хочешь просто Просто вычеркнуть, забыть Я понимаю твои чувства Но я должен Поступить правильно Ясно Антон останется со мной, он мой сын Тебе надо успокоиться Да, она ему в кошмарах Я не забыл Ты хочешь чтобы этот кошмар стал реальностью, а? Что вы с ребенком, ты подумал? Вы что, ссоритесь? Нет, малыш, все в порядке Завтра как-то нас не будет, теперь уже еще не едешь Пойдем наверх Антон мой сын, понимаете, мой Ни Марка и ни этой женщины Он мой Мы с ним думаем одинаково Смотрим на мир одинаково Он не сможет без меня А ее он боится Она ему в кошмарах снится Кто после этого его мать Да вы не волнуйтесь так Отвоюем мы вашу Антошку Правда? Конечно Вы сейчас идите к секретарю Она составит договор И мы начнем действовать Ваш сын останется с вами Не переживайте У нас большой опыт в таких делах Спасибо Алина Борисовна Я хотел вам сказать Вам надо договориться с мужем Не поняла, почему? Ваши шансы Вернуть сына при живой матери Они равны нулю Но адвокат только что сказал Правильно Потому что адвокат Это его работа Жалобы, апелляции, прошения Он будет заниматься этим вечно А вы будете за это платить Вам надо договориться Суд не займет вашу сторону Мне жаль Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здрасте Пожалуйста До свидания Вот, читайте Это ПТС и доверенность Субтитры создавал DimaTorzok Мам, а почему у нас сегодня так рано? К бабушке поедем? Нет, к бабушке не поедем, но мы с тобой поедем отдыхать Ого, а что это за машина? Такая маленькая Это наша с тобой новая машина Садись Специально для приключений А куда мы поедем? На море, хочешь? А папа с нами поедет? А папа не поедет Ты же знаешь, что у него много работы, он к нам позже Давай, сам пристегнись Субтитры создавал DimaTorzok Марк Все собрались, ждем тебя Да, сейчас иду Мам, это же папа звонит Душа, я сейчас не могу отвлекаться Мы с папой потом поговорим, ладно? Ну можно я поговорю с папой? Ну пожалуйста Ладно, держи Он на пол упал Что? Он на пол упал Ах 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 Теперь по поводу реализации Что у нас с соседними областями? Друзья, это не шутки. Если мы не увеличим сбыт, мы умрем. Рядом с нами Тверская, Владимирская, Ивановская, Костромская область. Но это же громадный рынок, вы понимаете? Арсений прав. В Переславле мы есть, в Ростове мы есть, в Угличе мы есть. Мышкин. В чем проблема? Вы что, все так заняты, что некому съездить в Рыбинск? Ну давайте, я сам съезжу. Не проблема. Да. Сейчас приеду. Где это случилось? Еду. Как тебя зовут? Антон. Посмотри сюда, Антон. У тебя болит что ли? Нет. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Антошка, мальчик мой родной. Как ты, мой хороший. Все хорошо, никаких повреждений. Все в порядке с ним? Да, все в порядке. Ты мой. Ты мой. Он просто испугался. Так, я оформляю протокол. Ты как? Как ты? Нормально. Подожди. Это что за машина? Ты на ней была? Чемодан. Ты что? Ты что, хотела сбежать с Антошкой что ли? Ты с него зашла? М? Ладно. Так, Антон, я забираю. Живет пока у бабушки. За вещами заеду сегодня. Я тебе его не отдам. Иди встань мне. Иди встань, я сказал. Это мой сын. Понимаешь, мой. Ну, пойми меня, пожалуйста, я, что я не могу поступить сейчас иначе. Извини. Так, Антошка, мы уходим. Иди ко мне. А как же мама? Мама не может сейчас с нами поехать. Подпишите протокол. Наверное, что-то сделала не так. Это почему? Потому что он просто с дела ушел. Он не просто ушел. Это, знаешь, если это Надя действительно похожа на его бывшую жену. Да, да. Очень похожа. Это с катушек может слететь. Ты тоже считаешь, что я да, что я узнаю все понять. Я же умная, сильная и все такое. я сейчас скажу глупость, только ты не обижайся, но моя жизнь на этом не заканчивается. И знаешь, иногда тупая банальность может предать силу. Вот я сейчас недавно разговаривал со своим коллегой по службе. Да. Которую я обожал и без которой не представлял себе жизнь. И так вот он ходит на службу. А я сижу в этом инвалидном кресле. Прости. Прости, тебе еще хуже, чем мне. Известно, кому сейчас хуже. Я просто хочу, чтобы ты начала, вернее, чтобы ты продолжила жить в сложившейся ситуации. Слушай, что мы этот чай пойдем выпьем? Серьезно? Ой, неплохо, да? Ага. Слушай, мне умысь в голову пришла. Бывает. Скажешь, что я сумасшедший. Слушай, Пообещай, что не будешь ругаться. Ну? Ты пообещала. Ну, говори уже. А вот я подумал, если ты уже не домохозяйка, то, может быть, вместо того, чтобы себя жалеть, ты вернулась бы в полицию. Слушай. Ну, я же говорил, будешь ругаться. Пап, ну, кому нужна эта полиция сейчас? Я уже все забыла, навыки подрастеряла, которых и так было немного. А ты зря. Ну, давай. Ну что, отпускает помаленьку? А сейчас переключись. Забудь обо всем. Можешь мне дать психологический портрет душителя? Брюс какой-то. Ну, я сказал, будешь ругаться. Давай, переключись. Это приказ. Думаю, он очень умный. Айкью не ниже 130. Человек очень большой выдержки. Возможно, он очень обаятельный. рискнул даже предположить, что красивый. Если учесть, то его жертвы это замужние женщины, которые ведут, ну, так скажем, не совсем правильно. Изменяют, выпивают, сквернословят на улице, возможно, преследуют какую-то сверхидею. Очищают мир от грязи или что-то подобное. Интересно то, что трупы он относит к воде. Тут, возможно, есть какие-то биографические корни. Почти уверена, что первую жертву он убил случайно или в состоянии аффекта. И она не включена в его послужной список, потому что почерк и ритуал убийства еще не до конца сформированы. Что еще? Ну и следующую жертву нужно ждать в самое ближайшее время, потому что когда тушитель входит в рецидив после ремиссии, он убивает несколько жертв в короткий период времени. а дальше опять ремиссии и пауза. Подходит? Подходит. Здравствуйте. Здравствуйте, Алина. Завтра в девять я вас жду у себя. Работать будете в следственном комитете. До завтра. Пока. познакомься. Это твой новый шеф. Полковник Митрофанов Владимир Николаевич. И давно ты его набрал? Да не волнуйся. Как ты плакалась, он не слышал. не следует. конечно же, вы следите куда-нибудь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Простите, а вы не подскажете, как пройти к полковнику Митрофанову? Привет. Кофе готов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 что-то случалось мне нужно чтобы вы освободили эту квартиру почему в чем дело мы платим вовремя и по коммуналке никаких долгов просто скажем так у меня изменились личные обстоятельства и простите но это очень срочно предлагаю оплату за два месяца если вы съедете завтра зачем она вам так нужно мы раньше здесь жили с моей женой да она кажется пропала без вести она нашлась он только ничего не помнит в общем как объявился душитель москве зашевелились требует результата поэтому это дело главное заноза в заднице у меня сейчас возникло какое-то странное ощущение ну говори у нас с тобой здесь не было и он молчал ты вернулся из москвы я вернулась на работу и он вернулся бред какой-то мое первое дело наше первое дело она нашлась в каком смысле прямом воронцова мария владимировна нашлась так и где она была все это время не помнит частичная потеря памяти а ты откуда что знаешь я сильно изменялась я сильно изменялась чем я занималась каком работала моей женой матери нашего сына то есть я что я не работала нет ты получила наследство от родителей это значит что я была богата ну а эти деньги они же не пропали нет я уложил их фирмы ты кстати мне соучредитель мы поставляем экологически чистые продукты по торговым центрам что-то производим сами мы где-то ищем поставщиков дело движется ух уверена ты нашел этим деньгам лучшее применение я бы непременно все растренькала да чего я опять что-то не так сказала когда я встретил тебя на заправке ты не была такой пайенькой да ладно ладно что то у нас же теперь все всерьез но если ты хочешь скандала ты не получишь так ты поэтому ушла от это поэтому только это не я ушла это Марк ушел а забавно я говорила что никогда не стану домохозяйкой да, Марка получается ушел к Маше вернулся он хочет помочь ей все вспомнить сюр дай мне телефон, Марка я хочу допросить Машу нет, я сама хорошо я справлюсь нужно научиться оставлять личное за проходной вот как оставишь у меня появится хорошая возможность тебя проводить домой вот и в отчете пожарная инспекция нарушения их вроде и устранили, а вроде и нет зарплату задерживаете на всех фронтах господа у вас недочеты да, задерживали дважды но зато потом все выплатили и даже выписали примет примет хорошо но у меня все основания для проведения всесторонней доскональной проверки вашего предприятия предприятия вы знаете, мне кажется, вы правы мы растем, сложно уследить за всем где-то ошибаемся и я тут подумал неплохо было бы нам завестись еще одним надежным партнером и я хочу, чтобы этим надежным партнером были вы это договор на передачу трех процентов акций там осталось только вписать имя и фамилию вы можете вписать любую любого человека, который будет представлять ваши интересы очень неожиданное предложение признаю но думаю, я действительно смогу быть вам полезен, господа моя жена недавно закончила школу бизнеса даже стажировалась во Франции уверен, она справится ну вот и прекрасно я тогда дам распоряжение начальнику юридического отдела он все подготовит хорошо надеюсь, мы сработаемся мам привет а где Антошка? спит ну я же просил его собрать он не очень хорошо себя чувствует простудился немного а потом я тебе хочу сказать в любом случае Антон никуда не уедет и с этой женщиной он жить не будет мама, эта женщина его мать мать которая сбежала из дома шлялась где-то несколько лет а теперь приехала и предъявляет права на моего внука да Маша ни в чем не виновата она потеряла память и никуда она не сбегала по своей воле и она мать Антона а я знаю только одну мать Антона Алину я уже все решил мы с Машей Антоном будем жить в старой квартире ах ты глупый у меня ты Алину уже потерял Маша твоя сбежит снова вот увидишь и останешься ты один а вот ты умеешь поддержать маму спасибо помнишь этот ресторан? да мы ходили сюда с Марком часто я тебя тоже сюда приглашу да помнишь помнишь я тебе здесь все устроил сану ливность точно да 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 я конечно вел себя тогда как кретина давай об этом не вспоминай больше договорились пока выпил не садись за руль к сожалению это правило так и не стало золотым для водителя серебристой иномарки который сегодня в шесть утра протаранил два автомобиля к счастью со стороны потерпевших жертв нет Олег это наша машина где? какой-то пьяный мужик был за рулем нашей машины как? ты же сказал она на сервис откуда я знаю рабочий какой-нибудь хотел покататься по словам сотрудников ДПС водителем иномарки оказался тридцатипятилетний Ренат Хасанов приобрел машину совсем недавно Олег Олег объясни наконец удалось только благодаря помощи очевидцев отдал машину за долги какие долги откуда? из казино какое казино их же прикрыли частное подпольное казино Олег деньги на машину дал мой папа как ты мог легко и с большим удовольствием блин жизнь превратилась в какой-то кусок дерьма поработал поужинали посмотрели сериал заснули и так каждый мотек божий день а что ты хотел? жизнь состоит из серых будней раньше ты мог их разукрасить ты приглашал меня в планетарии это было так трогательно и весело а сейчас? ну ты хотя бы на работу ходишь а я я я просыпаюсь иду в магазин готовлю убираю жду тебя это у тебя скучная жизнь а у меня тогда что? а ведь это ты меня уговорил бросить работу да я только скучной серой теткой ты встал сама без моей помощи а чего? фу серой скучной теткой? да да это я пять лет жизни спустила в унитаз ой все хватит давай прекращай а страдалец убирайся отсюда пошел вон ты серьезно? да моя квартира отлично тогда я убью давай как Антон? хорошо Хорошо. Весь вечер рисовали с ним. Я так по нему скачаю. Ты приезжай. В чем проблема? Он уже дома. А Марк? Проходи. Вот здесь мы с тобой прожили три года. Узнаешь? Ничего не помню. Не торопись. Мам, когда мы поедем домой? Скоро, малыш. Совсем скоро я тебя заберу. Мне сегодня надо еще в офисе поработать. Ничего? А ты надолго? Боюсь, на все ночи. Я в последнее время дела запустил. Ну ладно. Справлюсь одна. Наведу тут свои порядки. А то барак страшный поразвел. Не надо. Я завтра клининговую компанию вызвал. Да, привет. Марк, извини, пожалуйста. Может не вовремя, но просто не к кому будешь обратиться. Ничего, говори. Короче, с Настей поругались. Она ушла из дома. Ого. Да. Думал, к родителям поедет. Но там только что позвонила мне из какого-то ночного бара. Короче, ты не мог бы попытаться найти ее. Слушай, подожди. А чего ты сам и не заберешь? У меня машины нет. Но дело не в этом. Я идиотно говорил ей всяких мерзостей. Сейчас она меня просто пошлет. Лучше мне не появляться. Понятно. А в каком она баре? Да какой-то ночной бар в центре города. Там музыка, веселье. Такое она подвыпила. Там саксофон играет, по-моему. Ну ладно. Ночных баров у нас только два. Если там еще саксофон, то точно найду. Спасибо тебе. Спасибо. А то боюсь, как Ченен чудил она. Спасибо. У вас проблемы? Нет, все в порядке. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Ты красивая. Спасибо. Спасибо. Эй. Эй, ты чего? Я не могу его. Ты клевый парень. Я просто с мужем поругалась. Вот. Пришла ему отомстить? Давай отомстим ему вместе, а? Ну давай. Давай. Не, не могу. Не могу. Не могу. Правда, извини. Я не могу. 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 Кто-то преследует. Всё. Субтитры делал DimaTorzok Не хвоста, а не чешурика Доброе утро Доброе утро Доброе утро Здравствуйте Здрасте Вы будете в группе Романа Алексеевича работать? А, да Меня тоже к вам прикрепили с сегодняшнего дня Ирина Алина, очень приятно У нас труп А я с тобой У меня тоже с вами Роман Алексеевич Здрасте Зачем? Нет, останься здесь Субтитры делал DimaTorzok 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 Настя, 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 Настя. Привет. Привет. Извини, извини, извини. Пришлось все-таки задержаться на работе. Надеюсь, ты не сердишься. Зато вот я провел планерку и сразу к тебе. Перестань. Я уже взрослая девочка. Нашел Настю? Ее там не было. Ну ничего, милая броняться. Только тешится. Красное платье. Что с нашей квартирой? Тебе здесь нравится? Ну здесь и так было. С Красной все в порядке. Я могу переделать. Не надо. Оставь. Я что-то делаю не так. Спасибо вам большое. Привет. Настя не у тебя ночевала? Нет. Да мы вчера поругались с ней серьезно. Она ушла, позвонила из какого-то бара. Я прям напугался даже. Просил Марку, чтобы он забрал ее. Он приехал, ее там нету же, наверное, у родителей все-таки. Сегодня с утра звоню, звоню, не отвечает, не отвечает. Да что ж такое. Ну ладно. Ну что тут, как тут? На полях, в окопах. А? Олеж, да. Ты что? Олеж. Олеж. Да что случилось-то? Олеж. Олеж, там Настя. Олеж. 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 Убивать буду. Я тебя брать зубами! Рвать буду! Сука! 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 Олеж. Олеж. Вбед, сука, кольцо снял. Сука! Олеж. Буран! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Она всегда была рядом, а теперь я нет. Я тебе сказала, Антон не будет жить у этой женщины. Мама, я прошу тебя, давай потом поговорим, а? Нет, не потом, а сейчас. Ты даже меня не предупредил, что ты Антона забираешь из школы. Мы же договаривались. Мама, мы ни о чем не договаривались. Антон мой сын, он будет жить со мной и со своей матерью. Во-первых, Антона надо подготовить. Ты как себя представляешь? Приведешь его к незнакомой женщине и говоришь, это вот твоя мама. Ты вообще с ума сошел? Единственная мама для него Алина. Когда мама придет? А, скоро. А мы теперь будем жить в этой квартире? Да. Почему мне здесь не нравится? Это мама? Не знаю. Здравствуй. Привет. Настя убили. Сегодня утром нашли тело на том берегу. Подожди, ну, мне вчера Олег звонил. Сказал, что они поссорились, она ушла из дома. Я знаю. Когда примерно это было? Он позвонил часов десять. В одиннадцать я уже был в баре, но я там не был. Ясно. Убийца сняла обручальное кольцо, а, видимо, это опять наш мадьяк. Ты как? Работаю. Мне нужно поговорить с женщиной, с которой ты живешь. Возможно, она что-то вспомнит. Если к ее исчезновению имеет отношение наш душитель, она сможет нам помочь. Алина. Марк. Марк, убили мою лучшую подругу. Я буду хвататься за любую зацепку. Хорошо. Завтра в час в Следственном комитете. Подожди, я... Я тебе потом объясню. Пап, ты скоро? Пап, ты скоро? Я знаю ее. Это она мне снится. Это тетя она. Слушай, если бы я знал раньше, я бы тебя предупредил. Эта тетя, она твоя... Тетя. Ты ее видел, когда был совсем маленький, поэтому она тебе снится. Ну, она тебе ничего плохого не сделала. Маша добрая. Угу. Давай знакомиться. Ну, пожалуйста, Антоша. Ну, привет. Давай знакомиться. Я Маша. Твоя... Тетя. Ну, чего ты меня боишься? Я же тебя не обижала. Ну, я не обижу. Честное слово. Ну, будем дружить? Или хотя бы попробуем. Значит, больше никаких воспоминаний? Может, вам снятся сны? Да, мне часто снился сын. Очень часто. Точнее, я тогда, конечно же, не понимала, что это мой сын. Просто снился мальчик. Вам, очевидно, неприятно это слышать, но... Я не виновата, что так все вышло. Да и никто не виноват. В конце концов, это не я у вас мужа увела. У вас есть паспорт на имя Надежды Стародубцевой? Да, есть. Откуда он? Откуда паспорта берутся? Я не помню. Муж рассказывал, что у меня была какая-то тяжелая травма. Он меня нашел и, наверное, как-то оформил документы. А где искать вашего мужа? Боюсь, что нигде. Он погиб, его дерево придавило. Дерево рубило, и оно его. И вы не сожалеете? Не сожалею. У нас, как это говорится, не очень ладилось. Бил он меня, в общем. Так, прости, у тебя все? Нет, не все. Мария Владимировна, мне бы хотелось, чтобы вы поработали с нашим специалистом-психологом. Послушай, хорошая идея. Давай попробуем. Я не очень их люблю. Гипнотизеры и... Нас интересуют моменты вашего исчезновения, и это важно. Ну... Я, конечно, не понимаю, зачем, но если вы оба считаете, что это нужно... Да, нужно. И еще надо взять у вас анализ ДНК. Вы ведь ничего не помните? И получается, что однозначных доказательств о том, что вы Мария Воронцова у нас нет. Нужно проверить. Ничего проверять не надо. Это Маша. Откуда ты знаешь? Знаем. Тем не менее, мне понадобится ДНК Антона. Можно взять волосы с расчетки. Ну, если ты настаиваешь... Я настаиваю. Маша, постарайтесь расслабиться и расположиться в кресле так, как вам удобно и комфортно. Спасибо. У меня удобно. Вы закрыты от меня. У вас руки скрещены. Сядьте так, как вам удобно. Как будто вы хотите сейчас уснуть. Успокойтесь, пожалуйста. Все будет хорошо. Не бойтесь. Это смешно. Вы готовы? Да, я готова. Не обращайте на меня внимания. На камеру тоже. Слушайте только мой голос. Сейчас смотрите на огонь. Я досчитаю до пяти. И вы уснете. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Все хорошо? Да. Как вы себя чувствуете? Нормально. Сейчас повторяйте за мной следующую фразу. Я чувствую себя хорошо и спокойно. Я чувствую себя хорошо и спокойно. Я полностью расслаблена. Я полностью расслаблена. Маша, попытайтесь вспомнить свое детство. Вам пять лет. Лето, июнь. Хороший, погожий день. Котенок. Котенок. Так пахнет яблоками. Бабушка заставляет меня собирать яблоки. Вам хорошо и спокойно. А почему ты, Рок? Очень хорошо. А сейчас постарайтесь вспомнить Новый год. Вам пятнадцать лет. Елка, подарки. Противный запах. Какие-то люди. Не знаю этих мужчин. Мама, Анна. Мама, не пей, пожалуйста, мама. Все хорошо. Он пристает ко мне, мама. Вас никто не обидел. Маша, я сейчас досчитаю до одного. Мама, я с меня. Вы проснетесь. Пять. Четыре. Три. Два. Два. Один. Просыпайтесь. Все хорошо. А почему вы остановили сенс? Вы видите, она сопротивляется. К сожалению, если бы мы продолжили дальше, это бы могло очень негативно сказаться на ее психическом состоянии. Мы же не знаем, какие страшные тайны хранятся у нее в голове, и далеко не каждый готов ее вытащить наружу. Ясно. Но, судя по рассказам Марка, ничего подобного в жизни Маши не происходило, Анесс. Хорошей, богатой семьи. Паспорт у нее фальшивка. Такого человека в базе данных нет. Мне вообще кажется, что над этой женщиной кто-то изрядно потрудился. Это не совсем так. Вернее, совсем не так. Она блокирует все свои отрицательные воспоминания. Это касается не только ее детства, но и момента исчезновения. Так бывает. Редко, но бывает. К сожалению, я здесь пока вам ничем не смогу помочь, пока она не захочет сама все вспомнить. И когда это произойдет? Кто его знает, может быть завтра, может быть через год, через пять, а может быть никогда. Скажи, а ты сама-то уверена, что это Мария? Может, эта женщина просто на нее похожа? Может быть. Именно поэтому я и устроила ей сеанс с гипнологом. Ну, гипнолог гипнологом. Все равно нужно сделать анализ ДНК. Мы уже ждем результата экспертизы. Молодец. Вот все и выяснится. Я думаю, это все же она. У нее документы на имя Надежды Стародукцевой. Роман пробил их по базе. Такого человека не существует. Еще она говорит, что у нее был муж, но его мы тоже не нашли. Скорее всего, этот человек нашел Машу, выходил ее. Сделал поддельные документы и... ...сказал, что она Надежда. Зачем? Пожалел. А зачем он ее убедил, что она его жена? Может быть, хотел получить себе преданную и зависящую от него женщину? Пап, откуда ж я знаю? Так, ну что у нас там в школе с невестами? Они все вредные. Ну... Папа! Привет! Доброе утро. Доброе. А мы сегодня к бабушке поедем. Да? Я подумала, что мне же как-то надо все-таки познакомиться. Мы с ней как вообще ладили? Ну, как тебе сказать? Ну, надеюсь, со второго раза получится. А что она любит? Я не знаю, цветы какие? Привет. Привет. Ой, привет. Антошка, привет. Что это такое, а? Робот. Вот что есть. Ой-ой-ой. Вот, это тебе, фиалки. Фиалки? Ой, спасибо, мой родной. Дайте поцелуй. Спасибо. Спасибо, мой дорогой. Ой. Ну, здрасте. Здрасте. Не ожидала тебя здесь увидеть. Проходи. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Марк говорит, что мы с вами не очень-то ладили, но мне важно, чтобы мы с вами все-таки поладили. В конце концов, у нас с вами столько общего. Например, любимый мужчина. Как ты можешь любить Марка? Ты же память потеряла. Ну, вы же знаете, что бывает любовь с первого взгляда. Я, как только его увидела, тут же почувствовала, что это мой человек. То же самое и с Антоном. Не верите? Ну, для меня важно, чтобы Антону было хорошо. Что? Я придумала желание. Какое? Я хочу на батуты. Мы с мамой туда ходили. Еще там можно на машине кататься. Договорились. Вы с нами? А ты думаешь, я Антона одного с тобой отпущу? Чудесно. Значит, с нами. На вот твою китайщину. Ты помнишь, что я люблю вог? С овощами и с грибами, по-моему. Правильно. Привет. Друзья опять на посту и опять вдвоем. Экспертиза? Угу. ДНК Стародуксовы совпадает с ДНК Антона. Надя, это Мария Воронцова. Сомнений нет. Ты как? Нормально. Черт. Что не так? Отцу не могу дозвониться. Ты не будешь? Нет, ешь. Как он? А как может чувствовать себя человек в инвалидном кресле? Да. До сих пор я не могу представить, как он в состоянии. Да он упертый, как баран. Изобретает какие-то тренажеры. Врачам не верит. Занимается потом на этих тренажерах. Толку ноль. Нашла ему нейрохирурга. Говорят, какой-то волшебник. Главное, вчера была у отца и забыла сказать. Сейчас телефон не отвечает. Так в чем дело? Езжай к отцу. Давай. Давай, давай. Знаешь, я и правда съезжаю. Давай. Слушай, еще хотела сказать, пока не забыла. Я была у причала на... ...на том месте, где нашли труп Настя. Вокруг только заброшенные промзоны. Но напротив, на другой стороне реки, там вроде бы спасательная база. Я подумала, там же кто-то должен дежурить круглосуточно. Музыка. 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 нет. Так что вам, товарищ следователь, еще много работы в этом городе. А я звоню и все без толку. Так ты заявление в полицию напиши. Издеваешься? Бывший начальник УВД будет писать заявление в полицию, что у него украли мобилу. А нет, он и так старый уже был, на ладном дышал. Я себе новый куплю. На, и симку наконец-то себе оформлю. А тебя до сих пор мучило, что симка на мое имя? Нет, просто, ну, во всем должен быть порядок. Ладно, оформляй на себя. Будешь как большой. Спасибо. А ты чего примчалась? Чего не на работе? Прогуливаю. Из-за тебя, между прочим. Пап, я врача нашла. Профессор Карецкий. Один из лучших нейрохирургов России. Прием через два часа. Блин. Пап, ну почему нет? Ну, потому что был я уже у этого Карецкого. А почему не сказал? Ну, у тебя что, других дел, что ли, нету? Потом, ты знаешь, эти коновалы, они способны только из народа деньги тянуть. Ну, попробовать-то можно? Так я пробую. Ты же знаешь, я пробую. Я все книжки прочел. Я знаю вот про это все больше, чем эти шарлатаны. Не хочу я к докторам. Слушай, какой же ты упертый. От упертой слышу. Ладно, делай как хочешь. Алина. Да я не обиделась, пап. Все нормально. Пока. Мне пора. Запомни, никогда не давай ему орехов, потому что у него на них страшная аллергия. Нет, ну правда? Может быть, отек к венке? Да, да. Это ужасно? Это ужасно. Я надеюсь, ты поняла все про орехи, да? Да я все поняла про орехи. Вот орехи могут быть и в мороженом, и в шоколаде, и в торте. Поэтому надо тщательно все применить. Перестаньте так нервничать. А еще можно? Ну, конечно. Нет, нельзя. Вот, вот, иди лучше покатайся. Только недалеко, Антош. Ты подкупаешь его. Подкупаешь. Нет, я просто пытаюсь наладить отношения. Каждый ребенок любит мороженое. Но это не значит, что ты можешь таким путем наладить с ним отношения. Ах так? Да, да. Да у тебя с ним вообще контакта никакого нет. А, ну, конечно. Раз так, то не стоило им начинать. И Марку задурманило в голову. Да, конечно, задурманило. А еще как? Это было так сложно сделать. Слушайте, ну, раз так, тогда, наверное, не стоит ипутации. Не стоит? Конечно. Я вот только что приняла решение, что с вами отношения налаживать я не буду. Не хочу. Да и не надо. Я не прошу, я не прошу, пожалуйста. Но твоего ребенка об этом открыть. Не выйдешь. Вот так. Пять, несколько лет. Здравствуйте. Простите. Где он? Он был рядом. Сидел, ел мороженое, пока... Как вы вдвоем умудрились его отпустить? Расскажите. Я отпустила его покататься. Нам надо было поговорить. Поговорили? Успокойся. И где теперь ребенок? Я не знаю. Господи, когда же ты уже успокоишься? Я тебе сказал, что я все решил. Да. Скажите, а Антон, это ваш внук? Да. Что случилось? Подошел ко мне у торгового центра. Сказал, что потерялся. Назвал ваш адрес. Я хотел его в милицию, а он оговорил меня к вам. Очень просил. Так что принимайте. Я сейчас открою. И еще. Триста рублей мы накатали. Да-да, конечно, я заплачу. Давай, проходи. Они с бабушкой так ругались, я и ушел. Надоело. Это плохо? Ну, нормально. Не переживай. Давай, раздевайся. У меня есть макароны, сосиски есть. Сосиски? Да. Если он где-то объявится, у вас будет информация о нем? Да, хорошо. Я перезвоню через час. Спасибо большое. Да. Вы что творите? Ребенок приехал на такси черт знает куда. Хорошо, что таксист нормальным мужиком оказался, довез. Марк, ты вообще с катушек слетел, что ли? Ничего вокруг, кроме своей бабы, не видишь? Приезжай и забирай ребенка. И учти, если еще раз что-нибудь повторится в таком роде, я все свои связи подключу и лишу тебя родительских прав. Понял? А он у деда, я поехал за ним. Я с тобой. Ну что, Антон, выкладывай, как жизнь? Я хочу жить с мамой, папа меня не слушает. Папа сейчас немного запутался. Мама всегда со мной разговаривала, и ты разговариваешь, и бабушка. А папа только с тетей Машей говорит. Ну, папа сейчас очень много работает, но ты же знаешь, что папа тебя любит, правильно? Знаю, но все равно, я обижаюсь. Ты ведь не отдашь меня папе? Антон, я думаю, что ты все-таки поедешь к папе. Ты кого там нарисовал? Это мама. Похожа? Ну, слушай, вылитая. Ну, слушай, вылитая. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сторож? Да-да. А восьмого числа ваша смена была? Да, это моя смена была. А какой у вас график? Сутки через двое. Курите много? Да, никак не брошу, заразу этого. А в ту смену ночью тоже, наверное, вы ходили покурить? Курил, курил. Раза два-три за смену просыпаюсь. Стою, чайку попить, покурить. Вы, наверное, про машину хотите спросить? Это про какую такую машину? Вот, это было вот где-то около полуночи. Стою я, значит, вот тут, курю, смотрю, там машина подъехала. Подъехал сразу, фары погасил, а постоял минут, наверное, пять-десять. И уехал. А марка машины? Нет. Но большая, маленькая, джип, легковая, что-то рассмотрели? Нет, нет, ну темно же, а потом далеко. Я и машину-то увидел только по свету фар. Вот как он остановился, фар выключил и все, а его нет. А это точно восьмого числа было? Ну да, у меня же график. Там обычно рыбаки останавливаются. Угу. Но рыбаки днем или рано утром, а это посреди ночи. Значит, около часа ночи? Да. Подъехал, постоял? Да. Пять-десять минут, так? Да. Мне только сегодня сменщик сказал, что там девушку-то нашли. Угу. А, так значит, что? Выходит, этот водитель и есть этот маньяк. Разберемся. Спасибо. Надо ехать в ГАИ. Ну-ну. Зачем? Еще раз посмотрим камеры. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Вот машина проезжает первую камеру. Минут через шесть-семь, но это в среднем. Она появится в поле зрения другой камеры. И то же самое в обратном направлении. Угу. Вот смотрите на схему. Вот одна камера, вот вторая. Где-то здесь старый причал, на котором вы нашли труп. Есть на заправке кафе? Нет, остановиться нигде. Может поворот? Нет. Машина проезжает между камерами в среднем за семь минут? Да. Ага. Нужен интервал с двенадцати до двух часов ночи. И нужна машина, которая проезжает первую камеру и появляется во второй. В интервале больше, чем семь минут. Больше, чем десять. Сторож сказал, что он простоял пять-десять минут. Для того, чтобы вытащить труп из машины, нужно пять минут минимум. В лучшем случае. Да, это будет значить, что она где-то останавливалась. Я пойду, Заков. Давай. Куда он мог деться, если нет никаких перекрестков и съездов? Не знаю. Дай-ка фотографию. Четверка. Может, там все-таки есть какая-то дорога, не обозначенная на карте. Не мог же он просто испариться? Вы сами доберетесь? Не доберетесь. О! Шерлок Холмс и доктор Ватсон пожаловали. Где были? В кафе. Бизнес-манч. Да? Меня на работу не пускают. Говорят, ты пьяный. Я пьяный, конечно. Ну, а когда это мешало субмедэкспертам работать? Это не то, что вы, да? Вы всегда должны быть трезвые, рассудительные, мать ваша, да? Олеж, давай, ну тебе надо, Раду. Ну, проспаться. Проспаться надо. Хорош. Тихо, тихо, тихо. Ну, что ты, ну? Ты виноват, сука. Вы оба виноваты. Если бы этого урода раньше поймали, она сейчас жива была. Задел, да? А знаешь почему? Потому что это правда. Идиоты, сидите, ни хрена не делаете. Сколько ты ловишь его? Все, Олеж, 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 пойдем, я тебе по дороге все расскажу. Все, поехали, садись. Садись. Сколько ты ищешь его? Скажи. Олеж, садись. Садись. Все, садись. Сурожный ходишь, умный. Все. Слушай, может там грунтовка какая-то есть? Вот он по ней гоняет? Может и есть. Давай отвези по дому. Отвези, пожалуйста. Прости, я конечно сам во всем виноват. Я думал, что не люблю ее. Да хуже даже. Бесился страшно. Домой не хотел приходить, видеть ее не мог. Знаешь, бесило все. Как красится она часами. Как кривиться, когда чем-то заботит. Я бы сейчас все отдал, чтоб прийти домой, а она там. Просто смотреть на нее. Как жить, не знаю. Зачем, не знаю. Как я хочу сказать. Я ведь тебя люблю. Так она не услышит. И еще я очень хочу отгрызть башку, ублюдку, которой ты с ней сделал. Ну что, поборемся за призы? Такси как раз стоит. Ой, какой симпатичный мальчик. Привет, я Тамара. А я Антон. А я коллега твоего папы. Ты знаешь, я могу тебе рассказать про него очень много интересного. О том, какой он честный, добрый. Машенька, неезжайте без меня, я буду позже. Как неезжайте? Мы же договорились. Ну, мне нужно поговорить с коллегой. Все в порядке? Да. Шоколад не покупать. Да помни. Вы что, с ума сошли? Что вы лезете в мою жизнь? Ты не платишь, я лезла. Это просто... Я вам что, банк? Так вот, послушай. Ты мне платишь три миллиона рублей, и я оставляю тебя в покое на три года. Это гораздо меньше, чем сто тысяч в месяц. Вы что, с ума сошли? Почему? Вы что, думаете, что у меня три миллиона в тумбочке лежит? Только не говори мне, пожалуйста, что для тебя это большие деньги. Для меня это большие деньги. Зато у тебя будет три года с поколением ужасно. Нет. Вы и так мне много уже, чего но обещали. Я вам и так плачу сто тысяч в месяц. Этого достаточно. Достаточно для чего? Для того, чтобы я забыла, что ты уничтожил жизнь моей дочери. И то, что ты убийца. Не трогай меня, иначе я закричу. Что вы хотите, если тебе幽黄? Не трогай меня, присоединяйте. Как раз повторяйте тут. Как раз и тоже самое, если я покажу, что. Чтобы dafür идти внутри с мальюмины, и даже и так хорошие вещи они закричили, и тут отлично, что-то неудирны. А теперь ты не делай все. Я иду на рассылочку. У меня иду на праздник. У меня иди в два дня. У меня нет. У меня нет. У меня нет. Блокар, это был. У меня нет. У меня нет. У меня нет. Продолжение следует... 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 Хочу побыть один. А есть дома что выпить? Только вино. Отлично, подходит. А ты ненавидишь, что ходишь? Ну, сегодня можно. Я на днях заходил в наш старый отдел. Никого из знакомых нет. После того, как папа уволился, многие ушли. Кто-то на повышение пошел. Васильев, например. А где он теперь? Начальник транспортной полиции. Да-то вообще ушел из органов. О, Евдокиша. Серега Евдокин. Да. Начальник службы охраны у Таирова. А в прошлом криминальный авторитет. Я ему всегда говорил, зачем пошел в полицию. Надо было в бандит. Видно, прислушался. М-м-м. Корытин в политику. Дан. Да. Депутат муниципального образования. А вот это мне не говорил, идти в бандит. Он как-то сам по собственному желанию. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не хотел. Ты прости меня, Боже мой. Рома... Можешь уйти? Пожалуйста. Здравствуй. Как хорошо, что ты вернулся. Я прошу прощения, потому что я в самом деле виновата. Я не должна была забывать о таких важных вещах. Да нет. Ты не виновата. Ты на самом деле много лет не знала, что ты мать. Ты просто забыла. Такое бывает. Значит, все хорошо? А что не так? Просто понимаешь, я любил другую женщину. Другую Машу. В чем разница? Чем я хуже? Она была живая. Она устраивала скандалы, она транжирила. Она делала мою жизнь невыносимой. А ты... А я? А ты как робот. Ты все время носишься вокруг меня эти твои обеды красные шторы. Да я уже извинилась за эти чертовы шторы. Это не твои вечные извинения. Так как тебе не стыдно? Ты что, ты не понимаешь, что я все это делаю для тебя? Я прошу тебя, пожалуйста, не горячей. У нас была нормальная жизнь, нормальная работа. У меня была квартира. Я все это бросила, чтобы приехать сюда. Чтобы оказаться здесь, и ты меня вышвырнул на улицу как собаку, только потому что я достала тебя своим вниманием. Чего вы кричите? Спросил своего папы. Кажется, он пытается выгнать меня на улицу. Только прикручи это. Папа, я хочу к маме. Хорошо. Мы поедем к бабушке. Ну, прости меня. Ну, пожалуйста. Да я не должна была. Я знаю. Ну, пожалуйста. Нам нужно пожить отдельно. Нет. Ну, я не хочу, чтобы ты училась. Слушай, да. Ты понимаешь, мы слишком поторопились. Давай, поживем какое-то время отдельно. Ты поживешь здесь, а мы поживем у мамы. Хорошо? Я не отдам своего сына. Снись. Пап, почему она... Тетя, просто пошутила. Не обращай на нее внимания. Все хорошо, Антошка, все хорошо. Поедем к бабушке сейчас. Все хорошо. Давай. Папа. Проходите. Папа с тетей Машей поругались. И папа сказал, что мы едем к тебе. Раздевайся. Давай курточку сними. Сейчас я тебя покормлю. Ну... Марк, давай поговорим. Что ты собираешься делать? Что ты собираешься делать? Понятия не имею. А Алина? Мамочка родная, ну правда, прости меня. Я знаю, тебе тоже от меня досталось. Ну, пожалуйста. Сейчас все, что было между нами с Алиной, не вернуть. Ну, если ты действительно хочешь... Мама, ну правда, ну правда, ну пожалуйста, ну мама! Мама! Алина. Что тебе нужно? Просто хочу, чтобы ты меня выслушала. Говори. Я только теперь понял, что то, что у нас было, это было... Это была скучная жизнь, и она тебе надоела дальше. Я не знаю, что со мной произошло. Я все испортил. Я бы хотел, чтобы ты меня простила. А что это изменит? Ладно, я поеду. А Антошка сейчас живет у бабушки. Ты можешь видеть его, когда захочешь. Спасибо. В общем, у всех алиби. Так уж прямо у всех алиби. Ну, не у всех, но... Короче, из тех, кого проверил, никого подозрительного. Значит, техников камер мы вычеркиваем. Вычеркиваем. Остается только полиция и ДПС. Ну, или просто наблюдательный автолюбитель. Они же тоже могут знать расположение камер. Честно говоря, наша версия о том, что он объезжает камеры, вовсе не значит, что он обязательно мент. Он хорошо знает камеры, хорошо знает местность. Таких суть. Пожалуйста. Прошу. Кто это сказал, что твоя жена? Это правда, Марк? А еще она сказала, что вся компания построена на ее деньги. И что все здесь ее. Потребовала меня провести экскурсию. Кажется, была пьяная. Пришлось силой выставлять. Кто эта женщина? Моя жена. Бывшая. Та самая? Ну, я ей сказал, чтоб вернулась, когда ты будешь здесь. Куда она поехала? В торговый центр. Ну, мне кажется, так удобно. Да, определенно. Девчонки, слабо шампанское. Так, священное селфи. Давай рядом, давай вместе. О, шампанское. Класс, спасибо. Ну, за прекрасную половину человечества. Спасибо. Всего доброго. Я очень рада, что вам понравилось. Спасибо. Ну, как? Тебе идет. Поцелуемся? От тебя пахнет алкоголем. Ну, знаешь, я барышня взрослая и с некоторых пор даже независимая. Поэтому хочу халву я, хочу пряниками закусываю. Так о чем там речь? Слушай, ты была права. Зря я тебя сюда притащил. Да брось. Мне здесь уже нравится. Послушай, я договорю. Я жил бы иллюзией, теперь я это понимаю. Я хотел восстановить прошлое, это невозможно. У меня уже есть семья. Я буду платить тебе хорошее содержание. А ты не мог бы свое содержание засунуть в одно очень интимное место. Чего ты хочешь? Семьдесят процентов. Что? Семьдесят процентов от твоего, то есть нашего бизнеса, который ты построил, на мои деньги. Ты с ума сошла? Ты знаешь, какая капитализация у компании. И все это благодаря моим усилиям. Твое предложение. Десять процентов. И даже этого слишком много. Да, наверное, ты прав. Я ни черта в этом не понимаю. Поэтому тебе позвонит мой адвокат, и вы с ним потолкуйте. Думаю, договоритесь. Алине привет. Спасибо. Я так рада. Что Марк образумился. И наконец-то от этой ушел. Марк, глупый мальчишка, глупый мальчишка. Он добрый. Ты же знаешь. Лариса Викторовна, не надо. Ну, прости. Да вы-то тут при чем? Я понимаю, что он глупый мальчишка, но мне кажется, достаточно взрослый, чтобы не просить маму. Ты думаешь, что, думаешь, что это он попросил меня с тобой поговорить? Да ты что? Он никогда. Он никогда. Он никогда. Он никогда. Очень. 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 Что. Рисфинский смел, который может, что ты не поменял. Ты знаешь, когда Алина ушла, Антон сильно плакал. Я его еле успокоила. Мама, я знаю, что Антон любит Алину. Верни ее. Мама, я слышу это пять раз в день. Ну, хватит уже. Ну, ты знаешь, вот в таких сложных ситуациях иногда сработают банальные вещи. Возьми, купи ей цветы. Мама, хватит. Красивые. Давай, подвезу. Да, я на машине. Я был вчера не прав. Больше такого не повторится. Ты прости, я сама виновата. Мир. Ну, давай, что ли, обнимай, Машкин. Ну, все, Лави, пока. Ну, все, Лави, пока. Лави, пока. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, пап, привет. Привет. Не вовремя? Вовремя. Ты знаешь, мне кажется, что за мной опять кто-то следит. А мне кажется, что ты просто психуешь из-за Насти, из-за мужа, из-за новой работы. Тебе бы съездить отдохнуть. Ага. Или подлечиться. Ладно, пап, все, давай. Помогите! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Помогите! Полиция! Моя соседка, мне кажется, ее муж зарезал. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Эгей! Ты как? Ты не скажи, как я. Тебя ударили нашел в бок. Крови много потерял, а так жить больше. Ты скажи, ты помнишь накладающего? Можешь его описать? Приметы? Что-нибудь? Алина. Алина! 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 Хорошо, давай по-другому. Соседка опознала твоего мужа на месте нападения. На ножи его отпечатки пальцев. Это не он. Почему ты так уверена? Мы довольно знакомы. Я понимаю, ты не можешь быть объективной данной ситуации, но все-таки. Рома, уходи, пожалуйста. Я плохо себя чувствую. А почему не хочешь замечать очевидного? Рома. Почему ты не хочешь видеть очевидного? Уходи. Пока ничего не говори отцу. Рома, Рома. Заладила одно по одному. Роман Алексеевич. Опер-полномоченный Зыгорев. Так. Я занимаюсь этим делом. Сестра сказала, что вы руководитель Новинской. Вы знакомы с ее мужем? Немного. Как вы думаете, он мог это сделать? Понятия не умею. Они разошлись, вместе не живут. Почему они расстались? Пойдем за кофе. Я на этот раз не один. Вот коллега поприсутствует. Очень хочет с вами поговорить. Как она? Нормально. Пришла в себя? Да. Когда вы подъехали к дому, вы никого не заметили? Соседей? Нет. Я увидел только, что дверь открыта. Тогда чего вы ждали? Почему вы не вызвали скорую? Я не мог, у меня телефон сел, а взять ее телефон. Я не сообразил, а когда сообразил, тоже. Уже врвалась полиция. А может быть, ты просто хотел посмотреть, как она истекает кровью? Может быть, тебе нравится смотреть, как умирает человек? Ну, пришло время отомстить, да? Ты до сих пор любишь ее. Ты все это время ждал. А она все это время была счастлива со мной. Что? Он вам об этом не рассказывал? Я закрою тебя. Я закрою надолго. Я этого не делал. Я этого не делал. Я закрою. Как ваше самочувствие? Она на перевязке? Нет. Здравствуйте. Я как раз к вам собиралась. Я уезжаю. Напишите, что я должна делать. Какие-то лекарства? Вы с ума сошли? Куда вы уезжаете? Я хочу написать отказ от госпитализации. Принесите, пожалуйста, бумагу и ручку. Я не могу вас отпустить в таком состоянии. А вы не переживайте. Я нормально себя чувствую. А что с вами будет через два часа? Просто скажите, как это пишется. И дайте лист назначений. Я все равно уйду. Помогите ей. Ты как? Ты же знаешь, что я не мог этого сделать. Я тебя видела. Видела, как я пытался тебя убить? Нет. Но первое, что я увидела, тебя с ножом в руке. И на нем твои отпечатки. Почему я тогда остался? Почему не убежал? Это те вопросы, которые я сама себе задаю. Ты должен сказать что-то еще. Должен меня убедить. Что там произошло? Я приехал к тебе. Зачем? Чтобы в очередной раз извиниться. Дальше. Двери в дом были открыты. Я зашел и увидел тебя. Рядом лежал нож. Я наклонялся к тебе. И тут, к краю глазу, как кто-то пробегает из столовой к задней двери. Ты его рассмотрел? Нет, я... Я не успел сообразить. Потом я схватил нож, побежал следом. Добежал до калитки. Ему там же никого нет. Потом, когда я возвращался, я увидел соседку. Как раз выходила гулять с собакой. Она успела его увидеть? Я не знаю. Я... Я не знаю. Но, скорее всего, нет. Потому что она только вышла. И увидела меня с ножом в руке. У меня не было времени по дому. И я запониковал. Помогите! Помогите! Ты мне веришь? Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Ты должна мне поверить. Я понимаю, что сейчас глупо говорить о любви. Но я бы никогда не... Я бы тебе никогда не... Ты должна мне поверить. Я верю. Правда? А пока только я одна. Прости меня. за все. Кто-то побежал к задней двери. Запаниковал. Телефон сел. А я думала, офис больше. Пытаемся не разбрасываться деньгами. Это помещение ваше? Аренда. То есть... Марк что? Сидел здесь? При всех остальных людях? Ну, почему же сидел? Он и сейчас здесь сидит. Совершенно точно. Сидит. Только вот в совершенно других местах. И... Боюсь, сидеть ему придется еще долго. Мария Владимировна сказала, что она вписана в уставные документы. Да. Ведь фирма была зарегистрирована до ее исчезновения. Ну, значит, она совладелец. Бинго! Вы можете что-то рассказать о ваших активах, собственность компании? Мы собираемся открывать первое производство. Подождите, почему это первого? А что вы до этого продавали? А мы ничего не продавали. Мы помогали поставщикам продавать. Здрасте. Мы хотим посмотреть бумаги. Вот это невозможно. А вот это еще почему? А потому что, насколько мне известно, супругой Марка является Алина Новинская, а не вы. Моя-то совладелец? Да. Если вы Мария Воронцова, то да. А паспорт вы уже восстановили? Это произойдет в ближайшее время. А вот когда это произойдет, тогда вы и увидите все документы. Что ты сказал? Покиньте, пожалуйста, офис. Что? Молодой человек, вы бы поосторожнее с работодателем. Я тебя уволю. Наша беседа окончена. А если вы забыли, где выход, так я позову охрану, они вам покажут, где лифт. Когда вот вся эта компания станет моей, я тебе первую, Оля Владимировна. Когда компания перейдет к вам, она сразу же загнется. Это еще почему? А потому что вам же надо все поскорее продать, да? Я правильно говорю? Да не твое собачье дело, как я буду тратить собственные деньги. Пока. Ладно, ладно. Мое. Все. Да, Леш, привет. Я в гости пришел. Закажешь пропуск? Да, да, сейчас позвоню. Давай. Как ты? Застопанные, перевязанные. Марка видела? Угу. Я поверить не могу, что это он. Просто этого быть не может, он тебя любит. Да, да. Когда Маша объявилась, он пришел ко мне. Он просто крышу снесло, он тебя любит одной и все. Олеш. Вам прости. Чего Рома говорит? Рома уверен, что Марк на меня напал. Вообще, мне кажется, что он считает, что у Марка есть душитель. Дебил. Ревность. В таком случае ему нельзя вообще заниматься делом душителя. А мне можно? А ты не сможешь не заниматься. Он убил твою лучшую подругу. Олеш, это мое второе дело, и у меня опять ничего не складывается. Почему опять? Потому что Воронцова я тогда так и не нашла. Ты нашла свидетелей и спасла Марка. Сидел бы сейчас до сих пор. У-у-у. Свидетелей тоже я не находила, он сам пришел. Да, я думал, это твоя работа. Я тогда была уверена, что это Марк виноват в исчезновении жены. Пришла счастливая к отцу, а там сидит свидетель. Все, говорит, видел, все помню. Девушка села в машину, парень остался. А ты подозревала Марка? Угу. Целые сутки. Я нашла информацию о родителях Маши о том, что она богата. Это… Это… Уже мотив. Марков об этом рассказал, он даже испугался. Ну, конечно, испугался. Уже понимал, что это основание для серьезных подозрений. Целые сутки чувствовала себя шаром. Думала все, нашла информацию. И фигак, на следующее утро тот свидетель. Да. А девушка с нее вышла дверью так сильно хлопнула, и я видел, что… А девушка с нее вышла дверью так сильно хлопнула… Нет, ну парень там остался. Олень. А? Дальше ты чего? А дальше что? Все, Шерл сдулся. Да. Интересно, почему-то все вдруг про это дело вспомнили. Здесь вот распишитесь. Все? Ну да. Дементьев недавно его брал. А для чего? Я откуда знаю. Ну да. Спасибо. Привет. Привет. Слушай, я хотела спросить, у вас с Романом Алексеевичем что-то есть? Нет, между нами ничего нет. Мы просто давно знакомы. Ясно. Извини, что я лезу. Ничего страшного. Не переживай. Здравствуйте. Я Новинская Лена Борисовна, следователь. Мне нужен Дьяченко Виктор Иванович. А зачем он? Несколько лет назад он проходил по одному делу. В деле изменились обстоятельства от Окульнова. Мой муж сейчас в СИЗО. А что произошло? Драко. Трое человек написали на него заявление. Якобы он на них напал и побил. Один на троих. Представляете, да? Они приходили, они просили денег. А он отказал. Вот они на него накатали. Я Алина Новинская. И мы с вами встречались по делу Марка Воронцова. Кого? У него жена пропала, а вы видели, как она садилась в какую-то машину? А, точно, точно. Вспомнил. Ну, простите, времени много прошло. Не вспомнили Марку. Да бог с вами. Я тогда-то ее не запомнил. Сейчас подавнем. Вспомним. Мы хотели предъявить обвинение Воронцову, а на следующий день появились вы с вашими показаниями. Бывает. А чего сейчас-то про это вспомнили? Про душителя слышали? Ну? Вот у нас появились основания полагать, что это и есть Воронцов. О, как? Вот тот парень? Пока это только предположение. Но в данных обстоятельствах, я надеюсь, вы понимаете, как важны те ваши показания. Нет, ну, конечно, понимаю, но… Да нет, все было так, как я сказал. Вы как-то засомневались? Нет, ну… Вы не волнуйтесь, я могу не фиксировать то, что вы мне сейчас скажете. Да ничего я не засомневался. И вообще, все, разговор окончен. Не помню ничего. Вы избили троих человек. А расскажите, как это произошло? Нет, ты здесь при чем? Нет, ну… Ладно, ну… Ну, сидели, выпивали. Ну, завертелось. Не помню я. Первый полез, второй поддакивать начал. Ну, меня и понесло. То есть, это вы их избили? Да нет, конечно. Ну, полез первым, но потом схлопотал по самой ниху-ху. А они у меня, вон, карманы обчистили и… Телефон забрали, гады. Дорогой? Ну, врагой. Я его, дурак, в кредит взял. Значит так, я помогаю вам. Ну, вы рассказывайте мне правду. Без протокола, но только правду. Посторонние не смогли попасть на территорию таунхаусов. Там пропускная система для машин и пешеходов. Система есть и пропуска есть. Но мы на территорию попали без всяких пропусков. Первый вариант – дыра в заборе. А второй вариант расскажет Ирина. Я сказала охраннику, что очень надо, улыбнулась, но несколько минут невинного флирта. Так что, при желании, к дому мог попасть не только многоуважаемый Марк Воронцов, но и кто угодно. То есть, отпечатки на ножи – это не аргумент? Ну, как-то все нескладно получается. Чего он сидел тут столько времени около нее? Всем привет. Ты как? Нормально. Алина Борисовна, учитывая ваше состояние, вы как-то очень быстро передвигаетесь. Ребятки, нужны подробности одного мелкого дела. Три жулика по пьяни подрались четвертым. Теперь у него деньги вымогают. Есть номер телефона, который они у него отжали. Можно по нему определить местоположение? Если еще какая-то информация всплывет, было бы здорово. У вас же много знакомых оперов в городе. Это имеет отношение к нашему парню. А, пока не знаю. Здравствуйте. Что у вас? Боюсь, что у нас для вас только проблемы. Меня интересует один украденный телефон, который недавно принесли к вам. А почему вы решили, что его принесли к нам? А потому, что вы проверили его состояние и вставили свою собственность в сим-карту. Неосторожно. Ну, нам много что приносит. Такая работа. Да, но этот телефон принес кто-то вот из этой троицы. Узнаете их? Скажите, а вы детективы по телевизору смотрите? Угу. Так вот, значит, вы знаете эту игру? Кто первый? Следователь предлагает подозреваемому рассказать всю правду и первому сознавшемуся обещает некоторое послабление. Вот в жизни все примерно так же. Вы первой, к кому я пришла, а потом хотела навестить эту троицу. Поэтому у вас еще и шанс выиграть. Вспомним? Я еще раз покажу. О! Нормально! Опа! Тетя, здрасте. К нам хотите? Тебе налить? Замерзла? Почему на детской площадке пьете придурки? Да ты не грубее. А откуда деньги взяли? Да ты что, гонишь что ли? Ты кто? Следователь. И сегодня будем говорить о драке с Дмитрием Яченко. Так это дело другой следователь ведет. Я знаю, он в курсе. Или вам удостоверение показать? Покажи. Да. Я не знаю, он будет. Понятно. Ну, вообще он сам полез. Первый. Ну, вы же с ним справились втроем-то. Отняли телефон, да еще заявление в полицию накатали. Телефон в ломбард сдали, у меня есть показания приемщика. Да этот приемщик… Погоди, погоди, погоди. Продолжай. В общем, забирайте заявление, история с телефоном остается между нами. Какого? Да погоди ты, Гена, заткнись уже, а? Нам же это припаяют за лжесвидетельство. Ага. Вот. Во, да. И еще сто шестьдесят вторую. Разбой. Скажете, что все было по пьянке и толком ничего не помните. Не хотите брать грех на душу и сажать человека. Все, пошли писать заявление об отказе. Сейчас? Куда? Ко мне в машину. Бутылки убираем за собой. Ага. Ага. Пойдем. Вот их заявление об отказе от обвинений. Расскажите правду и я отдам их следователю. Не переживайте, все, что вы скажете останется между нами, обещаю. Ну, хорошо. Ну, Марк этот ваш. Он на машине в деревню к нам приехал. Глаза такие квадратные. Ну, денег мне дал. Сказал, чтобы я на следующий же день к вам пошел и... Ну, в общем, не видел я ничего. Подождите, ну. Ну, в самом деле, что ли, этот маньяк-душитель? С виду такой, вроде как, приличный. Продолжение следует. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я должна вам все рассказать Жалуйтесь Я все вспомнила Это случилось сегодня утром Я была в душе И меня как будто бы током пронзило Я все вспомнила Что вспомнили? Марк Он хотел меня убить Тогда Я не помню, что тогда конкретно случилось Но я помню, что я бежала И он кричал, что задушит меня И в него как будто бы дьявол вселился Он был вне себя в ярости Вы уверены? Абсолютно Дача ложных показаний Преследуется уголовной ответственностью Вы что, мне не верите? Ну если ваш муж сядет Бизнес отойдет вам, так? Как вам не стыдно? Мне не стыдно А вы не понимаете? Когда человек вспоминает подобные вещи Ему очень хочется, чтобы это был сон Но это не было сном Я вышла из машины, хлыст на дверь И я пыталась поймать попутку, чтобы доехать до дома Но он бежал за мной Кричал ужасные вещи Последнее, что я помню, я упала Выдохните У меня была нормальная жизнь Ребенок У меня было все А из-за этого подонка я четыре года прожила Неизвестно как и с кем И я хочу, чтобы он за все ответил Проходим Никакого свидетеля не было Ты о чем? Тогда, четыре года назад Ты нашел Виктора Заплатил ему И сказал, что нужно говорить Все верно А зачем ты в меня врал? Ты тогда вела это дело Ты считал, что я как-то связан С исчезновением Маши Ты помнишь, что ты сама мне об этом говорил? Я просто не хотел садиться в тюрьму За то, чего я не совершал Я испугался Почему я должна тебе верить сейчас? Маша жива? Значит, я этого не делал Ты пойми, я сам ее нашел Я сам ее сюда привел Неужели ты думаешь, что если бы я боялся А что она что-то вспомнит, я... Ну, перестань Ты же знаешь, что я этого не делал Алина Посидеть! Я тебя не знаю Считаете, что это Марк, маньяк? После того, как Воронцова Вспомнила, что Марк пытался ее убить Ее воспоминаниям доверять нельзя У нее чисто корыстный интерес Бизнес-мужа Предположим, когда убили Яну Вы с Марком жили еще вместе? Да Вечером, девятнадцатого числа Ты можешь вспомнить, иди он Он был дома, это мой день рождения Он никуда не отлучился надолго В магазин В туалет, еще куда-то Нет, он никуда не уходил Был с нами Я пойду ребят провожу И задним воздухом подышу Конечно И подышу воздухом задум Конечно Он выходил Надолго Провожал Настю и Олега Долго его не было Где-то Где-то час Сказал, что решил прогуляться Олег говорит, что звонил ему Когда Настя ушла из дома Марк утверждает, что он поехал ее искать Но не нашел После чего поехал в офис Где просидел всю ночь один Сотрудники приехали только утром Интересно, хироманти Точно он На два последних эпизода Воронцуа нет алиби Надо поднять старые дела Ну, а зачем он пытался тогда убить Алину Ну, кто знает Он пытался убить свою первую жену Потом вторую С Настей он тоже был знаком Это чушь Извини, Алин, но чисто гипотетически Мы можем предположить, что у него с этими убитыми Были какие-то отношения А когда отношения заканчивались Воронцовый просыпался Ну, в общем, он убивал этих женщин Прекратите Я жила с этим человеком пять лет Ну, жена Чикатило прожила со своим мужем гораздо дольше Хватит, репка Выясните Были у Воронцова Алими на оставшиеся эпизоды Перелопайте его в жизнь Доля поперек Все свободно Алина, задержись Если мы начнем разрабатывать марка Ты дальше не сможешь заниматься его делом Хочешь, я переведу тебя из группы душителей? Нет Уверена? Да Ну, смотри Я буду у Романа спрашивать О твоем настроении Если мне вдруг покажется Что тебя надо перевести Я переведу Он же врал мне четыре года Да, как я Как я не поняла Как не почувствовала Ты Ты же не детектор лжи Ты живой человек Ты Знаешь что, переезжай ко мне Чего там тебе делать В этом пустом доме Я пойду Нормально Только приехала Уже уезжать собралась Оставайся, говорю Прости Правда, мне нужно побыть одной Алло Алина, здравствуй Здрасте Как ты? Швы сняли? Да, все в порядке Как Антон? Антон, хорошо Спит уже Алин Скажи мне Ты же не веришь Что это он? Я не знаю Алина, пожалуйста Только не отворачивайся от него Я очень тебя прошу Я знаю Что сейчас Все против него Но ведь ты же Его знаешь Мы его знаем Только мы Ты и я Но, пожалуйста Не отворачивайся от него Здрасте Алина Рад тебя видеть Привет Как ты? Нормально Сеня Вспомни, пожалуйста Было ли В поведении Марка Что-то странное Я имею ввиду Не в последнее время А вообще Ну Время от времени Он просил Финдиректора Обналичивать Деньги из бюджета Обычно Тысяч по сто Но Один раз Пятьсот тысяч А зачем? Вот этого не знаю Он Не отчитывался Но Но он всегда Деньги возвращал Если ты хочешь Мы можем Спросить его Финдиректора Давай Паша Паш Ты знаешь Я еще вспомнил Что пару раз Он ругался С какой-то пожилой Женщиной На парковке Явно не хотел Чтоб мы это видели Паша Садись Скажи, пожалуйста Марк Не говорил тебе Зачем ему Нужны деньги Нет Я никогда не спрашивал А может быть Еще что-то странное Ну Раз в месяц Мы переводили Крупную сумму денег В клинику Иромед Иромед А для чего? Я не знаю Ни понятия не имею Добрый день Мне нужно задать вам Пару вопросов Я позову директора? Не нужно никого звать Просто ответьте Хорошо Название фирмы Все свое Вам о чем-то говорит? Если не ошибаюсь Они оплачивают Счета на лечение Чьи? Давайте посмотрю По базе Счета выставляются Тамаре Владимировне Русаковой Адрес есть? Конечно есть Но я не имею права Давать такую информацию Просто запишите Здравствуйте Здравствуйте Вы новая сестра? Нет Я из следственного комитета Из полиции Извините Я не могу А отчего вы так сбывались? У меня россиянка Нет регистрации? Да У меня Семья дома А здесь Да не переживайте Я не из миграционной службы А как вас зовут? Фируза Фируза А я ищу Тамару Русакову Она дома? Нет Ее уже три дня нет А вы здесь одна? Я работаю Ухаживаю За ее дочерью А по сути я пройду Здравствуйте Она не слышит Много лет так лежит А что случилось? Из окна выбросилась Выжила Она сильно разбилась С тех пор вот Тамара это Ее мать А Тамары нет уже три дня Да И лекарство заканчивается А в полицию Вы побоялись звонить Ладно Не переживайте Вот этого человека Видели? Да Он Приезжал несколько раз На хорошей машине А Тамара выходила К нему на улицу Ясно Нужно найти человека Алина для тебя Хоть в луну с неба Да Тамара Владимировна Русакова Попала Дня два Три назад Я тебе отправлю фотографию Там она С девочкой А мы ищем Именно женщину Считай уже Обрываю все телефоны Морги, больницы Как обычно В моргах глухо Окучевая больница Да Нет такой Извините Спасибо Да Слушаю Вас беспокоит Оперуполномоченная Линского района Селезнев Добрый день Новинская Алина Борисовна Новинская Алина Борисовна Тут вот какое дело Мы вчера задержали Воришек Среди награбленного Найден телефон Там был Ваш номер В контактах Не поняла Записано Звонит дочь А Да Это телефон Моего отца Его как раз Недавно украли А вы аппарат Забирать будете? Нет Не буду Он старый Я уже новый купила Спасибо вам огромное До свидания До свидания Алина Нашлась твоя Тамара Здравствуйте Как вы себя чувствуете? Голова болит А так ничего Вы новый доктор Нет Меня зовут Алина Новинская Я следователь А Меня уже ваши спрашивали Почему Марк Воронцов Оплачивал ваши счета Что? Откуда вы это взяли? Я была в клинике Почему Марк Воронцов Оплачивал ваши счета Потому что он убил мою дочь Вот тебе грехи замаливает Я была в из квартиры Видела вашу дочь Она жива А вы видели мою дочь Как вы можете Называть ее живой Она уже Десять лет лежит Как Трупом залей Он выбросил ее Из окна Теперь грехи замаливает То есть вы Десять лет Покрываете Тяжкое преступление Значит вы соучастница Нет Вы продолжаете утверждать Что это Я не утверждаю Я не утверждаю Она сама выпрыгнула Но довел ее Марк Как бросил Бросил ее И стал встречаться С другой Девочка хотела Покончить Жизнь Самоубийством Но осталась жива Вот он Теперь грехи замаливает Он сам предлагал вам деньги Сам Или вы его шантажировали Он убийца Он лишил меня дочери Он расстался с вашей дочерью Так бывает Он довел ее до самоубийства Я знаю Знаю Есть такая статья В его действиях нет состава преступления Замолчи Извините 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 Он убийца Вы видели мою дочь Как вы можете назвать ее живой? Мне жаль вашу дочь Да она просто ненормальная негодяйка Которая хочет отобрать у меня компанию Мария Воронцова твоя жена Моя жена была совершенно другая женщина Я не знаю, что с ней случилось Но Надя, это не Маша Хорошо, если она врет Если ты не пытался ее убить Зачем подкупить свидетелей? Ты Чтобы не сидеть здесь В комнате допросов перед тобой Я не хотел садиться в тюрьму За то, чего не совершал Я не пытался убить Машу Алину Так Где она? Я хочу, чтобы меня допрашивала она Да Здравствуйте Это Игорь Старого дома Хозяин четверки Вы мне телефон оставили Сказали позвонить, если что Да, да Что-то случилось? Да черт, и что тут Я гулял собаку у озера нашего И она нашла Тут кто-то, видимо, копал Собака подбежала И тут По-моему, как будто труп, что ли Но я собаку оттащил Это могила? Нет, их закопали Вроде давно, но Что делать? Ну так, постарайтесь, чтобы там Больше никто ничего не трогал Не, уже выйдет Фу Будет, да Где? Фу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну-ка, что там? Ого! Давай Что там? Сейчас Посветить? Ага Сейчас Воронцова Мария Владимировна Да Кольца нет? Четыре года мы ее найти не могли, а теперь у нас две Мария Воронцова Нет этих останков по Антона Послушайте, мы уже выяснили, что мать Антона, Мария Воронцова жива и не принимна Ты что-то говорил про мое чутье, шутил? У нас есть факты, а твое чутье в данный момент противоречат ему Ну, значит, сделаем экспертизу и, возможно, у нас появятся новые факты Результаты генетики по останкам Пошли посмотрим На, открой Это женщина не Мария Воронцова Кто она? Почему рядом с ней обнаружены документы Воронцовой? Как погибла? Кто ее закопал? Кто раскапывал недавно? Вопросы в номер, надо работать Че стоим? Рома А я недавно была в архиве Брала дело Воронцова, чтобы узнать адрес Виктора Угу Оказывается, ты его тоже брал? Да, брал Надо было заново ознакомиться с делом Сомневался в показаниях найду У дураков мысли сходятся, да? Так Вам опять это дело? Брала А можно я еще в журнале посмотрю? Забыла, когда я его брала? Ну, так пожалуйста Сомневался в магазине Время Уживая Парк Уживая 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ты как? Нормально. Ты же найдешь эту сволочь? Они думают, что это Марк. Дебилы. Олеша, у меня к тебе и серьезный вопрос. Говори. Я не верю результатам экспертизы на найденных останков. Ого. Смело. Только они никогда не ошибаются. А подменить результаты? Или генетический материал возможно? Теоретически все возможно. При желании. Только кому это могло понадобиться? Я недавно была в архиве. Брала дело о пропаже Воронцовой. Так. Случайно узнала, что Рома его тоже брал. Говорит, что до Надины экспертизы хотела обновить в голове обстоятельства дела. Он имел право. А я сначала тоже так подумала, но… В общем, я только что была в архиве и посмотрела дату. Он брал дело гораздо раньше. Он его брал, когда Марк и Надя только познакомились. Даже я еще не знала о ее существовании. А Роман, получается, знал? Ну, получается. И еще конверт с генетическим материалом. Он пуст. То есть в описи. Волосы Воронцовой числятся, а в конверте их нет. То есть что? Рома мог тогда подменить генетический материал Надежды Стародукцевой на волосы Воронцовой, которую крал из старого дела? Так. Нам нужно сделать еще одну экспертизу Останков. Независимую. Ну, давай. Хорошо. Я отнесу в другую лабораторию. Давай. Привет. Привет. А ты чего тут? Да давно этого не делала. Да и сегодня не стоило бы. Выспалась. Ну, знаешь, захотелось встряхнуться. Ну, захотелось встряхнуться, встряхнись. Тебя тоже побаловать надо, а то сидишь на китайской лапше. Да? Привет. Генетические материалы из-за хранения совпадают с материалами, взятыми у Антона, а значит, ты была брава. Это действительно останки Марии Воронцовой. Получается, у нас две Марии Воронцовой. Что думаешь? Я думаю, это невозможно. Нужна еще одна экспертиза, Надя. Угу. Только независимая. Да. Я смотрю, дело сдвинулось с мертвой точки. Угу. Пап, прости. Мне пора не успела. Доделаешь? Беги, беги. Только поосторожней там. Хорошо, постараюсь. Надо поговорить. Что-то срочно? Да? Буквально минута. Я по поводу Антона. Пока Марк в тюрьме, я хотела бы, чтобы он пожил со мной. Без проблем. Ему, в самом деле, с тобой лучше. Все? Да. А, простите. Можно в туалет? Проходи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДНК «Стародукция» не совпадает с генетическим материалом Антона. Получается, он подменил результаты обеих экспертиз. Зачем? Почему он хочет, чтобы мы думали, что Надя – это пропавшая жена Марка Марии Воронцова? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Олег, привет. Мне нужно, чтобы Ромы сегодня вечером не было дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Томас Джефферсон. Томас Джефферсон – это человек, который накатал… Томас Джефферсон. Томас Джефферсон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА